Сломались стереотипы сегодня? Стереотип сломал. Кто? Стереотипничек. Стереотипы. Стереотипы сегодня. Мы обычно уже дверь закрыли, мы всегда закрываем дверь, как только закончилось, закрываем дверь и все закрываем сюда. Но сегодня все пока не прошло. А уже давно он так делал? Он закрывает, ждем пока все найдем. Костя, где же не знаю? Костя, вот там радио сидят. Костя, вы сюда туда садитесь. Давайте сюда, забегайте. У нас сейчас оголек. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, Исущий во грабе живут дарома. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, Исущий во грабе живут дарома. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, Исущий во грабе живут дарома. Всемовущий Создатель Господь и Бог наш, мы просим Твоего благословения во имя Иисуса Христа на это собрание. Услыши и тайное воздыхание народа Твоего. Только Ты знаешь, что на пользу избранным Твоим. Прибудь с нами. Хвала Тебя за все Твои милости, щедроты и долготерпения. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. У тебя какая-то суета начинается сразу. Сегодня я начал говорить, и ты продолжаешь так. Вы говорите, быстро тормознуй. Как ты в голове слышали, то полное молчание, несложно. Тем более я вижу только движение губ, я не слышу все равно. Вот кого нет, вы постарайтесь узнать, где эти люди. В первую очередь это необходимо для них. Почему Господь назвал верующих овцами? Посылаю вас как овец. А вот овца, как она ходит? Нужно знать. Потому что Священное Писание иногда слово «как» растягивает на тысячелетия. Когда говорится о Луне, то Давид, видимо, где-то в пещере было, я так догадываюсь, Луна светила и говорит о твердости Луны. Никто внимания это не обращал никакого. Во-первых, твердость на орбите. Никто по сегодняшний день не понимает, почему она не приближается и не ахнет по земле, и вся земля исчезла бы. Почему она не отлетает никуда дальше? И почему так ровно поворачивается, все время одна сторона скрытая и не видать там до метра точно. Но оказалось, что у нее поверхность твердая. Различные абразивы нужно, чтобы просверлить и взять. Писал он, думал или не думал, или просто рука водила. А расшифровка наступит через тысячелетия. Три тысячи лет прошло, и узнали, какая же Луна твердая. Хотя много там нашлось и пыли. Вот людей нет. Вы сразу узнаете, какая причина, где эти овцы. На работе. Надо заранее повестить, у нас есть старшая сестра-наблюдатель, помолиться. Оцените силу молитвы общественной. Почему, говорится, где двое или трое? Значит, это уже важно. Почему Авраам заботился о спасении даже Содома и Гоморры? И начинал высчитывать 50, дошел до 10, и нету. А куда-то люди эти делились, неужели все они такие были? И чем это кончилось? Посылаю вас как овец. Если эти овцы хранимы Богом, но на работе. Понятно на работе. Хотя работу это можно было изменить. Ни один субботник в субботу не работает. Адвентисты седьмого дня для нас пример. Пример. Более чем полтора ста лет ни один не вышел работать. В советское время не выходили. В армии не выходили. Даже невообразимо. В советское время, в советской армии адвентист седьмого дня не выходил. А его направляют. В армию служат. С моим братом батюшкой один такой служил. А власти-то то узнали. Наша задача сломать его. Кто не сдается, того уничтожаем. Лозунг Максима Горького, Пешкова. Суббота наступает. Его посылают куда-то. На кухню там или на вахту. Он говорит, я не могу. Мои религиозные убеждения. Плевать на твои убеждения. Здесь советская власть. Он без присяги служит. Его в карцер. И в карцер сажают его ровно так, чтобы выпустить его в субботу. Он отсидел. В субботу выпустили. Он опять не идет. Его опять. И он больше полуслужбы просидел. А этот человек не обманщик. Честно. Его куда угодно можно послать. Но выгодно это государству было. И все ломали. Все давили. Самых лучших. Хотя я слышал. Не только слышал. А считал про это. Будто бы. Когда началось все разворовывание. То от Ленина было. Будто бы даже указанием. Вот где складами завезут. Интенданты. Ставить верующих. Отец каким-то. Он же не маршалом был. Он строитель. И его поставили как раз в снабжение. По Москве ездить. Он в Москве. Прямо в Москве служил там. Доставать продукты там и прочее. А он ничего не знал. Сделает. Распишется. Привезет. Сдаст. А когда уволился. Начались аресты. Оказывается многое было разворовано. А его спросили. Знает верующий. От него сразу в сторону. Поезд пошел в другой стороне. Пересажали сколько. Его надо расспросить подробно. Хорошо быть верующим. Подозрений во первых нет. Но это надо быть настоящим верующим. Вот не пришли эти люди. Причина какая. Я говорю. В воскресные дни работаете. Пример для нас есть. Живой в этой стране. Адвентисты седьмого дня. Да не одни одни. Если что с тупой текетом. Другое. По другому верую. Надо научиться искать хорошее везде. Всюду. И это все. Вкрапливать в свою жизнь. Мы обошлись бы без этого. Но почему-то все время требуется. А покажите нам пример. А кто это сегодня так делает. Апостол Павел говорит. Подражайте мне. А второй раз говорит. Мне и в ком видите этот образ. И вот он для нас образ апостола Павла. Остался. Я пас овец. Я сын пастуха. Отец у меня сорок лет пастухом был. Больше всего я не любил пасти овечек. До того не любил. А пасли. Овечки вместе с коровами паслись. А иногда отдельно овечки. Больше тысячи полторы овечек. Представьте как это. И всех около дома отец держит. И от сырости и прочее. Но это куда не шло. Глупость. Безразмерную глупость мою. Как Высоцкий поет. Где он оказался. И стопите мне баньку то по белому то. И вспоминает свою безрассудную глупость. Вот этой глупостью покрыта земля. И мы в этом плывем. А мы можем облагородить эту землю. Если перестанем подражать миру глупому. Он назван. У мира характеристика одна. Запомните. Не говори что хорошо там. Кинокартины хорошие. Прелюбодейные и грешные. Два слова. Ты можешь опровергать. В абортарии. Прелюбодейные и грешные. В школе пусть проверят. Уже вопрос. Они называют слово. Проблема. Фу. Охаянное слово. Уже трудно найти чтобы она девственница была. Это не кто то говорит о врачи. Прелюбодейные и грешные мир. Тянуться туда не надо. Это нам не пример. И вот овечек пасти. Она стелят пасли. Коров. И было так что я маленький гусей пас. Даже два свиных стада было пасли. Ну до того же глупое сознание. Кажется глупее. Овцы нет. Я не знаю. На арене где никто видел чтобы в цирке выступали львы. Медведи катаются там на мотоцикле. Я видел сам. Но чтобы овечка выполняла какие то трюки. Я думаю даже у Дурова этого не было. Почему? Бог назвал из всех животных. И какие существуют на земле. Бог избрал только овцу. Значит заноситься не надо. Мы овцы. Кто так глуп как голубь. Из всех птиц самые глупые которые знают о голубь. Из всех птиц Бог избрал только голубицу. Вот что удивительно это. И поэтому заноситься умом. Звание доктор. Лауреат Нобелевской премии. Глуп как голубь. И все. Это для всех характеристика. И вот этих людей нет. Где они? Но. Один год дали пасти мне. Корченские. Вместе с соцами. Козлов. Коз. Вот это умное животное. Это настоящий ЦК КПСС. Руководители. Похотливые. Похотливые до беспредела. Я веду овечку куда-то. Его пинаю. Прямо вдвоем пинаю. Мы не можем его сбить с овечки. Он прям. Вовсе ложатся спать. Он по ним бегает. Похотливые как козлы. Не зря может быть всегда время. Мужчина обзывает. Козел ты. Думаю. Что то же заложено в этом. Ну их как то по другому называют. Но к мужчину определенно. Я слышал им. Ну. Люди даже. Преступники так называют. И вот он идет туда где топка. Это козел. Овечка то глупая. И он прыгает. Он по крыше пройдет. Не упадет. Он козел. Овечка то лезет. А она сразу утопла. Если я не досмотрел. Овечек двух нету. Они утопли. Там трясена. Идти нельзя. Там одна травинка растет. А он лезет. Ему даже нужды никакой нету. Так. Будем овцами. Эти овцы где наши находятся сегодня. Старшая сестра. Разузнай. Какая помощь. Кто то заболел. Почему их нету. Где они. Окажите вовремя внимание. Я только вступление вам делаю. Что за это время у нас было. Были чудеса Божие. Иудеи требуют чудес. Мы не требуем. Они сами приходят. Притом это ответ на молитву. Я рассказываю. Потеряки был. Прошлого воскресенья я не был. И не мог рассказать. На той неделе у меня было. Мы собираемся уезжать. Ну как Бог благословит. На этой неделе. Ну. Поездка то предполагаемая пока. Как Бог пропустит. Нет нас. Требует. Средства. Разборца совсем маханьки. Никакой. В прошлом году мы на горючее потратили 222 тысячи. Ну ясное дело это внутри страны. Поэтому там было очень трудно. На зарубежье. Но Бог так все это сделал. Господь помог. Практически от своих ничего на это не было. Маленько поступало. Маленько. Мы посчитали сколько требуется. Примерно 200 тысяч надо на внутренний бензин здесь. Кое-как 50 собрали. 150 нету. Я уже сколько обращался и молился. И ничего нету. Но внутренний голос говорит умеешь ждать. Это слова Кутузова. Михаила Илларионовича. Отсидеться. Я обычно в 9 говорю ко мне не звонить. Начинается вечерняя молитва и чтобы не отвлекаться никуда. Ну а в пол 11 стараюсь уже отключиться от всего интернет гашу. Ну а тут я засиделся. Вопросы и ответы. И вдруг один заходит. Я спрашивать буду на кого. Игорь. Кто за сайтом у нас смотрит? Не за форумом, а за сайтом. Да. Вот. И там первое тогда еще года 3-4 назад. Я поставил объявление. Готовится издание трех книг. Каждая книга примерно 150 тысяч. А сегодня 364 уже надо. В тысячу экземпляров. Ну и так и осталось объявление. Книги уже изданные. И мне это уже не надо. И вдруг человек звонит. Я говорю, а как вас звать? Он говорит, Дмитрий. Откуда с Калининграда? Это точка. Так. Вы книги хотели вот издавать? Так я хотел поучаствовать. Я говорю, да уже не нужно. Уже издали. Ну я уже решил. Ну как так? Я говорю, у нас путешествие будет. Вот на путешествие. Да мало того звонит. Это не просто так. Я давно на вашем сайте. Я решил нынче приехать по Крестиции. Из Калининграда по Теряевку. Это поближе, чем из Германии. Но все-таки. И кажется, жена там у него Юлия. Тоже скайп вышел. Я его посмотрел. Так, я деньги высылаю. Получите. Пошел и получил. Ровно. Столько, сколько требовалось. А я к своим обращаюсь. Скажите, а вы не могли бы разменять мне, ну там тысячные дают, на пять. Чтобы меньше у нас не объемное было. Тут надо обменять. Я иду и думаю, как бы это так. Подхожу к кассе. Точно по пятерке выдает. По пять тысяч. То есть самые маленькие пожелания Бог исполняет абсолютно точно. Я могу только сказать Аллилуйя. Вот как. Да мало того, человек говорит, я постараюсь и дальше еще, если можно будет помочь. Собирается. Может быть, приедет. Может быть. Где-то там, ближе к августу, к сентябрю. Первое чудо. Кто понял и поверил, поблагодарите Бога. Не ходил по миру с шапкой, не просил, не выставлял объявления. А засохшее тогдашнее объявление четыре года назад по-другому. А у Бога промысл. Он не так Бог делает, как нам хочется. Почему и написано, что... Ну, люди об этом говорят. Промысл-то Господний нам Бог не открывает. А Он сказал, что спасение открыто. А как? Мы не знаем. И вот на эту тему я хотел сегодня вам рассказать одну притчу. Сегодня я поймал ее. Притча бывает нехорошая. Сначала расскажу нехорошая притча. Это нехорошая, не православная. Кто-то заходит в православный храм, и вот к нему одна подходит. Он говорит, ты не так стоишь. Ну, он стоит, руки назад. Маленько погодя. Ты не так крестишься. Он стоит рукой и крестится. А это все в обвинении православном. Другая подошла и говорит, ты не оглядывайся тут. Ну, в храме же все-таки. Третья, четвертая. Он вышел. Вышел на улицу и заплакал. Одна говорит, прежде чем прийти, ты бы купил у нас есть книжечка маленькая. Посмотрел, как надо себя вести в храме-то. Он сразу вышел на улицу, заплакал. В это время к нему подходит Господь и говорит, что плачешь? Да меня не запустили. Он говорит, да меня давно уж не пускают сюда. И все говорят, вот как. Это положительная притча. Я нашел отрицательное во всех отношениях. В первую очередь, те, которые так себя ведут неблагоговейно, они, выходя из храма, не плачут. Вот один случай. Никольский собор на Ленинском проспекте. Он более центральный, чем Пахровский собор у нас. Храм. Я захожу, а направо была касса. Стоит мужчина. Я смотрю, у него в руке дымящиеся папиросы и в шапке. А на него никто не смотрит. И рядом на поводке держит собаку. А уже храм закрыт. И не в притворе, а в храме. Никто не видит. Никто не знает. Представьте эту обстановку. Возможно, это где-то у кого-то где-то. Это я сам. Я ему сказал, он не стал спорить. Я и не в храм зашел. Купить мне свечек надо. Ну, так уж получилось, что извини. В храме это все. Как-то собаку привяжи, шапку сними, папиросу потуши. Ну, потом зайди. Да уж что надо. Вы не думайте, как развивается событие. Сразу же с алтаря заметили не его, а меня, а коло алтаря. Ко мне вышел человек, который должен наблюдать за порядком. Он подошел. Что у вас тут делалось-то? Я говорю, да мужчина вот так. А вы кто такой будете? Я говорю, ну я зашел, христианин православный. А кто вы? Я говорю, Игнатий Лапкин. Так вот идите у себя в баптиста, там порядок и наводите. А нечего у нас тут порядок наводить? Учего я не ожидал, то этого не ожидал. В первую очередь, я не баптиста ни одного дня не был. Во-вторых, храм этот мой православный. Я пришел молиться. Пусть сто раз собачатник будет, но ты не лезь. Я тогда выставил, что если человек куда-то идет, мне надо было попасть к мусульманам. Там мулы были в собрании, я среди них побыл, побеседовал, все записал. Еще с имамом встретился, еще записал. Я зашел, все сделал как положено. Мне надо было узнать, посмотреть, поговорить. Разуться, значит, разуться, с собой взять. Ну что я должен сделать? К католикам надо было пойти. Я предварительно узнал, прежде чем пойти. Выходя там как руки. Я все так и сделал. А после этого отдельная аудиенция была с Ксензом. Попросил у него благословения и выставил в интернет. Андрей, то есть Андрей. Я говорю вот так. Так, в первую очередь это обман. Парень это пришел не один, о ком вы пишете, а зашел с девчонкой полураздетой. И стоит в храме, обнимается с ней. И рукой показывает, кривляется и смеется стоит. Ему сделали замечание. Почему вы не говорите? А потому что эту притчу сектанты употребляют против православных. И вышел он за живот хватается и хохочет. Ну хох мы устроили мы здесь. Ну вот эти танцевали там зашли. Девахи-то. В храме Христа Спасителя. И к таким Христос не приходит. Это кощунники. На притчу так подводят. Православные везде не правы. Ну где-то не правы, но здесь явно не так. И сегодня я такую притчу поймал. Перенес сразу к себе. Будьте очень внимательно. Неисповедимы, говорит, пути Господни. Амали не так звучит, но оно и есть. Растут три сосны. И сразу показывает, сосны стройные растут. И каждая думает, как бы ей тут правильно прожить жизнь. Все знают, что самое неправильное будет это догнить и упасть. И никому не нужно. Но на ней вырастут какие-то там сморчки. Опята. И вот она стоит и думает, хорошо бы если меня спилили на доске и сделали такой сундук, в котором самое ценное сокровище будут хранить. А вторая говорит, нет. А я хотела бы, чтобы попасть на корабль. И на мне короли плавали. Самые большие люди земли. Я бы спасала их. А третья сосна говорит, а мне охота показана выше всех. А мне хотелось такой быть высокой, чтобы весь мир меня увидел. И сказали, какая красота. Прошло время. Появляется лесоруб и первый рубит. Рубит ее, разделали и продали. Продали. Конечно, никакого сундука из нее делать не стали. Но сделали кормушку скоту и скотина там ест. Но никто не знал, что будет дальше. В этой кормушке оказался спеленатый младенец. Сокровище мира. Но Бог исполнил не так, как сосна думала. Она-то думала, сразу показан ящик, бриллианты. Вот что выше бриллиантов наш Спаситель. Понятно? Господь услышал молитву ее, но выполнил не так, как она думала-то. Думала ли она, что сначала надо с котскими яслями быть? Там скотина будет, навоз там будет все, и вдруг такое сокровище. Вторая тоже встроенная и употребили на дело. И сделали из нее обыкновенный баркас. Перевозят там, посадят людей. Никто еще ничего не знал. Но однажды зашел какой-то человек и прилег на корме. И случилась буря, и он встал. И мы знаем, кто это был. Король, королей, царь, царей, Господь, господствующий. Бог выполнил это, и мы теперь эту лодку знаем. Этот баркас известен всему миру рыбацкий. А третья, ну а третья никому не нужна оказалась. Долго она лежала, и наконец из нее сделали крест. И взвалили на одного человека, и он донес его до Голгофы. И это дерево такое высокое стало, достало до неба, и в глубину разрушило ад. И такой широкий крест был, захватил людей со всего мира, чтобы познали, что такое любовь, превышающее разумение, высота, глубина, долгота и широта. И крест, говорит, такой длинный оказался, что вводит в вечную непрекращающуюся жизнь. И прибили к нему одного страдальца из Назарета. И исполнило желание всех. Поэтому наше желание вот такое прославие Господа. Но как это будет выглядеть? На этой неделе мы прощаемся с вами. Просим, внесите нас в свой синодик, чтобы всегда молились. Молитва все совершает. Где молитвы нет, там ничего нет. И Господь так все устроил. Мы просили у Господа мира. И Он дал этот мир. Долго не соглашались местные патриархии приехать. И вдруг полное согласие. И вот дальше я буду сейчас кого спрашивать, вы только не стесняясь, расскажите, кто был в Потеряевке. Расскажи, как было? Как вот приезжал Максим, с ним 11, кажется, семинаристов, три священника, епископ Алтайский, Максим Дмитриев. Как его встречали? Какие трудности были. Столько воды, как по морю надо было плыть. Я их фотографировал, когда приехал. Так вот на бампере где-то, ну впереди, номер стоит. Номер она где? А когда, говорит, погрузились, вот так в воде, говорит, показывают, шли, то, говорит, оторвался номер даже. Расскажи, вот то, что он как уезжал, самый момент, его присутствие там было, это искренне с их стороны? Или они только показывали, что они так довольны? И он говорил, каким примером вы служите? И все это записали мы на два видео, и все это выставлено. И он меня просил все это, чтобы ему дать. Я вчера звонил, расскажи, как тебе показалось? Искренне они были? И мы были или мы искренне? Ну, я полагаю, что с нашей стороны искренность была полная. Тут сомневаться не приходится. С другой стороны, думаю, что владыка был искренним, хотя, может быть, и не ожидал от себя, что он будет настолько искренним. Искренним был он и в беседах, когда мы собирались в спортзале, в школе и в других ситуациях. Он был удивлен, по-моему, искренне удивлен тем, что он увидел. Ну, поскольку наверняка была информация, информация из других уст, она была доведена на скольженном, вероятно, свете, в виде. Поэтому своими глазами то, что он увидел, не знаю, может быть, давление сверху там и останет, изгладит эти впечатления первые. Но вот думалось, что впечатления были искренни. И он выражал словами это достаточно правильно и искренне. Он делился своими воспоминаниями о детстве, о своей семье, из какой семьи он происходит и как было. Искренне рассказал о своем брате, который как бы был далек от истины, от веры. Ну, и батюшка наш отец Аяким тоже рассказал о своем детстве, как его отец выпорол, когда он хотел стать коммунистом. Вот. Ну и потом закончилась его коммунистическая жизнь. Вот. Но одним словом, конечно, было много препятствий. Думалось, что приедут, они не приедут, такая погода. Дождь был вот, ну, каждый день с утра до вечера с короткими промежутками. Вот. И Вадим ездил, встречал их. И он первый подошел по благословению Максима. И беседа была там. Даже Вадим так вот ожил там. Видно было, что он радостный такой от всего происходящего. Ну, естественно, я не слышал вот тех пожеланий, как они прежде говорили, что давайте будем искать точки соприкосновения, в чем мы еди одинаковы. Не было этого. А одно, говорил он, что нам есть многому, есть чему поучиться, и многому можно поучиться у вас здесь. Высказано было удивление, и я думаю, что они были с радостью... Ну, не все священники, конечно, присутствовавшие с ним, разделяли. И мне показалось, что не все были искренними, но вот Владыка был достаточно искренним. Так. Надя, можешь что-нибудь сказать? Ну, я хочу только сказать, что вот Господь душу так вот расположил, и даже это все было видно, что именно вот Господь Бог все это вот расположил их душу. Они прям вот, ну, с удовольствием были расположены к нам. И не знаю, это вот только промышл Божий, больше ничего. Милость Божия. Милость Божия. Так, Виктор, ты что скажешь? Ну, я так думаю, что действительно это милость Божия, дар Божий, чтобы был там Владыка. Вот, но священники некоторые были как-то, так скажем, осторожены, что ли. Ну, здесь есть на то причины. Вот, я так думаю. А он сам искренен был. Ну, насколько это все глубоко, это уже пред Богом, конечно. Насколько это было искренне. Ну, вообще... Ну, что было что-то притворное тебе не показалось искренне? Ну, кое-что. Не только мне, там мы беседовали в Потерявке, что какое-то, кое-где, может быть, двоедушие и было. Как это вот в Московской Патриархии. Обыкновенно, что ли, вот так сказать. А так, в целом, нужно это принимать как дар Божий, милость Божию, что вот эта встреча состоялась, это посещение. Благодарение Богу, Богу, слава Богу. Так, сестра Татьяна была. Как тебе все это показалось? От начала до конца? Мне удивительно. Потому что все-таки... Погромче еще. Удивительно. Потому что все-таки вот нас все время называют раскольники и всяко. Вот в храм даже придем. Сейчас вроде в храме нас хорошо встречают. Ну, как-то и приветливо, и все. Ну, и все равно, со стороны все время слышим это, раскольники. И вот думалось, ну, как вот он приедет, и, ну, как-то все это будет... Может быть, с вашей стороны мы боялись очень, что вы как-то, ну, резко начнете говорить, если, то могут возникнуть какие-то, ну, неприятности. А здесь вот он проповедь хорошую сказал в конце, о женах-мироносицах было, и он прям хорошую проповедь такую сказал. Это потом вот при встрече... А как Игнатий Тихонович молодец, он прямо за обедом, он так быстро прямо... Все еще начали только есть, а он уже быстро-быстро и стал говорить, рассказывать о себе. Вот потом епископ, как бы, вроде бы доволен, что семинаристы услышали. И как он в тюрьме сидел, и вообще о своей жизни вот он рассказал это. И для них это было, конечно, ну, вот именно откровением каким-то. Сейчас ведь, ну, они никогда и не видели такого человека, чтобы за веру сидел. Поэтому они, думаю, что для них это был хороший урок. Меня растревожило, думаю, куда же Игнатий Тихонович их повел? В колодцу. Что-то можно о колодце сказать. Ну, колодец вот стоит и все. Он ведь их всех подозвал. И, а вот, как мы доставали эти, как их разгружали. А вот какая вода у нас. Они все попили. И епископ тут начал пить. О, какая вода. Это артезианская, наверное. Да нет, из колодца. Как он их повел в лагерь, я думаю, ой, ничего там не сделано. Кельи разрушены. Вообще ничего нету. Ну, вот нашел, что говорить. Ведь Игнатий Тихонович так скажет, что для всех… Ну, это… Не знаю. И мне кажется, очень… Он даже был искренний епископ. Мне так показалось. Еще минутку. Семинаристы, когда шли, разговаривали друг с другом. Это брат Владимир Паченко услышал. И один из них говорит, да как Игнатий Тихонович любого богослова, говорит, переспорит. Как-то так вот сказал. Для них, конечно, это было необыкновенно слышать и видеть явление такое. Ну, что касается семинаристов, они, конечно, разные люди. Разные, да. Вообще их ничего не интересует во время разговора, во время беседы Игната Тихоновича с ними, обращения к ним. Они смеются, некоторые там… Вообще им это до лампочки, что называется. А другие с большим интересом слушали. То есть, ну, как везде люди разные. Какое впечатление. Нет, я не была, но я посмотрела вот эту съемку всю. Которую вы сняли на ролике? Да, на патриархийном сайте, там длинная, больше часа. О, да там. И посмотрела фотографии. Ну, я там спрашивала, кто там это. У меня был первый всегда сразу вопрос. Что там говорил Игнатих? Значит, я думала, что если он сейчас, ну, как бы начнет, как вот он, как вот на фильмах там «Московская патриархия» – это клака, это там… Ну, все, возникнет напряженная ситуация. Епископ приехал. Как они там это все будут потом батюшка все это разруливать? Оказывается, все там было вообще не так. Сказали, все было очень дипломатично. То есть, нужно сначала выставить контакт, а уже потом дальше, может быть, при второй, при третьей встрече. И я посмотрела фотографии. Епископ, вот он как… Вот этой всей вот этой пафосности, которая здесь идет по ковровым дорожкам, серьезный. Вокруг него стоят цветами, там все усыпают, вот как он приезжает когда, да, на съемках где-то. Здесь вот с такой он снял вот это все. Как все идет, там удивляется, борода вот так ветром туда-назад унесло. Такие фотографии хорошие, все так как там… Я так посмотрела, такое впечатление, все так по-домашнему, все так мило, все так хорошо. И там вот батюшка про себя рассказал, как он коммунистом стал. А вот у нас, как я там вот тоже, и вот у нас семья, как мы шли в храм, и нас там… Останавливали. Останавливали, не пускай. Потом, а батюшка, а вот у нас там это… И это тоже, мне уж говорят, много я говорю, сам епископ. Ну я вот еще скажу, и еще что-то там. А то даже какой-то губернатор или кто-то мэр ему сказал, говорит, скажите епископу, чтобы он поменьше выступал, то он время много у всех занимает. Ну я еще маленько. И вот видно, что он разошелся вот так вот, по домашней, вот такие ситуации домашние рассказывал, как вот там он в детстве, как вот это все у них было, как тоже там их и пароли, и все такое. Иисусиками называли, да? Да, и как в школе конфликты у них было, 10 или 11 детей он рассказывал. И вот все, я смотрю, он вот это все, вот эти ковровые дорожки, вот это все, он по-простому так рассказывал, мне очень понравилось. Похоже, что они устают от этой вот напряженности, от этого лжи вокруг, от этого подобострастия. А здесь он действительно был вот доступным, и для него это было необычно и приятно даже, с одной стороны. Я доволен тем, что Игнат Тихонов все-таки, несмотря на то, что он, когда мы уже ехали на обратном пути, он сказал, и все же я все, что хотел, сказал. В дипломатичной форме живой. Так, что-то Татьяна вам хочет сказать. А еще про концерт не сказали. Такой концерт, вот они быстро сделали это, готовиться некогда было, ничего. И так все как-то было вот от души все, понимаете? И они расположились, говорят, мы тоже хотим, и такую хорошую песню о маме спели. И епископы в подряснике, так запросто тоже среди них встал, как будто бы и он так это, и спели они эту песню, и так хорошо, прямо хорошая песня. Ну вот. Вот, была же еще. Алексей вот еще. Алексей, ну я для себя вот что вынесла. Меня очень беспокоил вопрос субботы, как будет читаться Евангелие в храме? Значит, ну все как обычно. Выступил сначала апостольское чтение, тут вроде Игорь Барабаш в сторонке встал, повернулся, прочитал, но как-то не так это было. И тут началось чтение Евангелия. Вышел священник, бу-бу-бу-бу-бу, спиной к народу, реакции никакой, тут шум, гам, все кто-то что-то шумят, и тут пауза небольшая, потому что, видимо, там в алтаре приостановили все это, и выходит наш батюшка, лицом к народу, на русском. Надо было видеть реакцию семинаристов. Они все время что-то там, они клир были, пели, все время у них какая-то суета. В общем, шум был, по-моему, только из-за них. Я поэтому сделала вывод, что в храме, когда приходишь в храм, по-моему, больше шумят они, нежели вот все, кто прихожане. Но надо было видеть их ряду. Причем это не только мое мнение. Мы, когда пришли домой с сестрой, с мамой, с братом, с Лешей начали это обсуждать, все это заметили. Реакция, они поворачиваются к алтарю, рты раскрыли, они все понимают, о чем читается. Первый раз. Первый раз. Вот это откровение. Для них было откровение, честное слово, да. Что на самом-то деле вот как. Я вот прям стояла, молилась, я думаю, ну вот если бы вот это вот что-то бы у епископа ёкнуло, было бы, конечно... А епископа не было. Это воскресенье, это было воскресенье. Чтение воскресенья. На литургии. Брат Алексей скажет свои впечатления. Он тоже там был. Ну, владыка участвовал даже в моей помощи, так сказать. Я застрял на машине обратно. Они подъехали в конце и очень скорые оказали на помощь. Подъехали, попробовали, но там большая грязь была. Как раз рядом приехал трактор и как бы вытащили нас. Но я вот что хотел сказать. Ну, представьте себе, первый раз приезжает епископ. По идее встречают владыку как? То есть по статусу, да? И вначале мне показалась же какая-то напряженность, потому что вот все вот это вот состояние епископа. Он первый раз приезжает, вокруг него обычно крутится. И показалось вроде как бы все это натянут тяжело. Но буквально только началась служба. Прямо резкое такое изменение, что все как бы на местах. Священники, наш батюшка. И мне очень понравилось, как началась служба. Потом вышел епископ и я слушал его проповедь. Обычно редко-редко кто из священников московского патриархата. Это очень грамотные люди. Бывает, кто хорошо скажет проповедь. Владыка, ну, мне сразу показалось, очень умный. Очень умный. Достоин своего статуса. Вот. И самое главное оказался очень доступен. В конце особенно это было заметно. Я думаю, прямо он расположился. И вот это может быть самое главное для нас. И вот Татьяна сказала, я тоже об этом думал. Думаю, ну, может быть, с этого момента вот человек себе задает вопрос, Владыка, искренен или нет? Если он был искренен, я думаю, ситуация резко изменится в отношении нас. Я думаю, резко. Если нет, ну, видимо, будет то же самое. Да, поэтому результат вот будем. Но то, что произошло, я был очень удивлен. И как бы переписывался на сайте, спрашивали, а как все прошло. Я написал, что очень ровно. И лично мне я был очень благодарен. И очень понравился приезд плодыки. Как все прошло. То есть, ну, я считаю, очень хорошо. Выше всяких похвал. Так что, вот все, что хотелось бы. Аллилуйя. Так, я скажу, когда батюшке всегда обед, очень хороший плов, но батюшка взял оговорку в конце, что вот у нас все искренне, так как всегда, и каждый день мы ничего тут не подделывали. Это не Потемкинская деревня. Но относительно обеда скажу, что это не каждый день такой обед, это ради гостей. Я немножко сказал про них, там как у Сава Священного были. Монахи пришли как-то, и у них такой вдруг монастырский устав, что ли, столько их там еды. И они подумали, вот так, так. Слышали такие подвижники, а едят, будь здоров. Но когда пошли от них, заблудились, тумани покрутились там по пустыне, и опять на них натнулись. А те-то не ждали их таких. За стол сели. Ну, теперь общая трапеза какой-то. Один сухарик на троих, один стакан на пятерых воды. А в прошлый раз был добавить. Мы полгода готовили, у нас больше гостей-то не бывает. И поэтому все ее отдали, потому что мы вас как ангела встретили. И сегодня встретили как родных братьев, которых мы знали. Ну, вы с нами одно за одно. Батюшка сделала такую оговорку. А когда уже после нашей экскурсии, там в огород, в сад, на пирс, к старой бане, ну, вернулись уже, и батюшка снова за стол. Ну, уже были только вот отъезжающие и мы. И теперь епископ сидел под иконами впереди. Я сказал, его там надо посадить. Батюшки где-то не было-то. Ну, ему подсказали священнику, он прошел. А когда второй раз, он сел рядом, и мы с ним вот так вот рядом уже. Где-то как будто отдалились. И вот тут-то мы уже все успели с ним сказать. Вот где главное это было. Это надо было подождать. Ну, как чаепитие было уже. Да, но перед этим было, будто бы батюшка махнул рукой и сказал, да не надо записывать. И никто ничего не записал. А здесь было одно главнейшее, не считая литургию, что здесь мы беседовали с ним. Вот. Этот разговор не втайне делался, я могу о нем говорить. Фактически о многих вопросах здесь коснулись. Но все это так было, как будто бы по одной линии все шло. Я думаю, вот, я много с людьми, с разными встречался с епископами, и заподозрить где-то лукавство нигде не могу. Я только благодарен Господу. Мне показалось, раза три или больше, называется, подначить это, подсмеяться. У него такое по отношению меня как бы было. Ну, я может не расслышал это. Но такое легкое, с юмором, а мне это нужды никакого нет. Я продолжаю его же разговор. Вот. Сказал я там о скворечниках, как делаться о скворечнике. Он что-то такое сказал, оно как бы насмешивание немного. А я это взял за основу, и дальше пошел. Он заулыбался, давай свое рассказывать. Еще раз что-то такое было, и он сказал как бы с юмором, и не старообрядческим, не со злобом, а ну, как положено это. Хороший собеседник-то. А я опять дальше развернул, и разговор повел в том русский, который он говорил-то. И он заулыбался, и дальше. И он неоднократно, дорогой когда шли, это все заснимали на два видео. И говорит, да, многому множество здесь получилось. И все, и дорогой каждый раз. И нужно что-то сказать, я сразу иду рядом с ним, а они растянутся, его это, свит это. Я говорю, зовите поближе. идите сюда, вроде бы, больше не услышите. Я опять что-то расскажу ему, там, про порядки в лагере, на пирсе. Опять идем, а ветер дует, все это, прямо, ну а ветер-то это, на микрофон, еще не слышу. только подходим. Я опять остановился, и он опять сразу же всех, ну идите сюда, вам больше никто этого не скажет. И опять разговор шел, и все было по-хорошему. Настолько, что, конечно, большую роль сыграл батюшка, как он принял, как вышел на встречу, а епископ стоит и говорит, ну, вышел из машины, долго сидел, потом выходит, ну иди, позовут, там они готовятся, как чтобы там было. Ну а после они пошли. И дальше, как на концерте были, семинаристы пели, там о матери, как раз все это к месту было, и проповедь, он подготовил, видно, что хорошо, и повернул это к сестрам, женам Вероности, как не просто, нашим сестрам здесь, в деревне. И вот это вот одна семейственность, все вместе, а я теперь думаю, вот теперь, которые, ну епископы такие, как Аристар, с кузбаски на нас, такие слова говорят, это как звенящие кедры, белое братство, а теперь-то он что скажет, с белым братством молитесь? Они маленькие ошибочки сделали, ну, много, конечно, было движений, поминали патриарха, их священник дальше Илариона, и дальше Максима. А когда ученики-то, эти семинаристы, стали петь, и он сразу пропел патриарха и Максима, а Илариона, я это расслышал, поют так громко-то, а другой ему на ухо и говорит, надо было Илариона, он как вспыхнул весь, который реген-то, руководит-то, и это, видимо, ему наказ было делать, ну, забылся в этой суете, и прочее, это где-то. Я думаю, на что обращать, да никакого внимания не надо на это обращать. Еще, когда вышел верою считать, вышел дьякон и стал руководить. Ну, видимо, ему батюшка не сказал, Духа Святаго, Господа истина, а слово истина не сказал. Ну, для нас это никакой роли не играет, но они это подметили. Я, кажется, после, где Боже был, где спросил, нигде ни одного слова против, ни о каком объединении, ни разногласиях, ничего этого не было. Мы пред Богом, и нам хорошо, мы молимся, и нам приятно. Мы согласились быть вместе, и мы возвысились. То есть везде можно поставить плюс, и как это было. Он осерегался, мне священник говорит, молодец, он осерегался, как бы какой провокации не было. Я знал, я вряд ли это знал. Я смотрю на лицо, я понимаю, какая настороженность, и когда у нас маленький там Ерема, Барабаш, Никита, ну, панаморита, и как они подносят, там, сосуд, там, головной убор епископу, Дмитру его. И Ерему спрашивает, ну, как он? Понравилось. Я ему говорю, Ерем, тебя, наверное, задергали, ты устал, наверное, сегодня. Нет, мне понравилось. Так его семинаристы туда-сюда, как он передвигает, он же не знает. Ну, он не знаю. И Никиту так же. С какой стороны подойти, как подать, как держать, там, на подносе. Ну, это внешне. Я ни на чем так не смеялся дома, как то, что услышал. Там у нас Галя Глушкова, она не была, а была Евгения Дмитриевна. Евгения Дмитриевна Галя это передает, а Игорь услышал, муж ее, и мне передал. И вот это, что много было там обрядности, переодевали, пуговочки застегивали, все. И она передала. Я, говорит, стояла, только и думала, ой-ой-ой, куда я попала? То есть, это человек духовный, и он думает, что я здесь этот цирк смотрю? Просто комедия. Какая? Просто комедия, говорит. Мысль-то такая. Она хоть не говорила это, но это сказала. А я только дома уже хожу здесь, и когда передал Игорь, думаю, опять, не знаю, куда попала. Жизнь прожила, я не знаю, куда попала. Это православие в том виде, в котором ее формировали 2000 лет. И мы должны его принять такое, как есть. Нам это не изменить. Никакой роли не играет. Понимаете, я многое могу здесь сказать, это не время просто. Не знаю я, куда попала. Это Евгения Дмитриевна говорит, которой понятия никакого о церкви нету. Это церковь. Это церковь Христова. Я не знаю, куда попала. Я покажу поезде отдельно. Никого нет и заслужу. Не знаю, куда попала. Вот это дожилось. Ты знай, куда попала. Это церковь Христова. Игнат Тихонович, можно я? Да. Это мнение ребенка. У тети Любы там Руфина, внучка ее. И вот архиереи-то ждали, ждали. Там задержка была. А они на скамейке сидели. И она, тетя Люба-то, вопрос задает. Баба, а когда концерт начнется? Когда концерт начнется, баба? Да. За архиере шоколадки, такие плиточки. Всем. Я не знаю, взрослые-то давали, нет? Всем. Всем давали. Всем давали. Ну и подходит руку. А самой он просто поцеловался. Похристосовался. Доктор Магнат Игнатьевич. Я смотрю, он как бы, первые там подошли, семинаристы. Он, ну как бы, наши подходит, дает, и руку ему целуют. А крест держит другой. Священник. И кресту другого священника целуют. А наши, смотрю, сестры идут, там же снято все это. Ну некоторые только правильно все сделали. То есть подошли, взяли, а другие подходят, берут шоколадку и пошли крест целуют. Вроде как он просто на раздаче епископ стоит, на раздачу выдает. А ни руку не поцеловать к архиерею и подойти, ну как он приехал. Крест другой. Он метра на два отошел. Священник. Туда идут крест целуют. А к нему только подошли и дальше. Я думаю, ну какое вообще. Мы же не приучены к этому. Непочтение же. Видят же, те-те-то подошли. Все ручки наши подходят. Некоторые, которые, наверное, были, знают. Там, знаете, постарше которые. А сестры и дети некоторые. Вот только вот шоколадки брали и туда уже ко кресту. А это вроде тут стоит возле коробки. А это не из-за чего-то, во-первых, незнание. Обстановка такая была, что, ну все, не упомнишь весь ритуал. Но он заранее звонил из эмпархии. Сколько человек, сколько купить. А там у него все было обдумано. Да мало того иконки. И самое главное, батюшке он сосуд подарил там. Служебник. А? Служебник. Служебник. И все это преподнесли. Вот я сколько разговаривал с епископом. Но больше. Меня с ним отдельно разговаривал только один человек в Потеревке. Один. И он разговаривал не менее двух-трех часов с ним. Отдельно. Мы сейчас его послушаем, что он нам расскажет. Пожалуйста, Мария. Рассказывай. Да. Ну, встань, расскажи. Она ехала с ним в машине сюда. И когда священника спрашивали, он говорит, мнение владыки, то откуда бы мы знали, когда всю дорогу с вашей, говорит, прихожанкой разговаривал. Интересно. Она должна была ехать с нами в нашей машине. Смотрю, нету Мария. Где Мария? Она с Владыкой поехала. Ну, все. Рассказывай. Ну, ехал он очень довольный был, улыбался всю дорогу. Разговаривал со мной только, поэтому мне было даже как-то неловко, что сидят по бокам два священника, молча в окна глядят. Все расспросил. Насупившиеся. Ну, он не то чтобы расспрашивал, он больше рассказывал, наверное, про семинарию, как у них там все-таки экзамен. Ну, мне было интересно. Агитировал? Нет, не агитировал. Я попросилась ходить в хор, у них там поучиться гласа звучит, он меня благословил и разрешил, что вот было бы хорошо, чтобы посетили, у нас там есть музей наш православный, чтобы ходили на разные мероприятия. Ну, то есть звал доброжелательных. А бычок я тебя спрашивал, где учишься? Я все расспросил об учебе, о жизни. Ну, сказал, что... Я, говорю, не думала, что у вас здесь все так обширно, все так масштабно и так хорошо. Ну, ты сказала, что ты школу закончила, потеряешь? Да он сам все спросил, конечно, да. Ну, как говорят, себя заметили. Ну, не, видишь, она время, говорит... Нет, ты на каком курсе-то? На пятом? Да. Ну, будущий врач, будешь лечить епископа. Пригласила к себе епископа. Я сказал еще такое, вижу, как-то они сразу так нахмурились. Я не имел в виду ничего, просто сказал, а потом подумал, эх ты, оно слишком к месту подошлось. Я вспомнил, как моя мама, Мария Егоровна, беседовала с другой Марией, она через дорогу живет-то. А та всегда молчаливая была, и она кривая на один глаз была. Ну, такая поговорка была, говорит, что-то разговаривали, и в народе говорят, а та возьми да скажи. А наша мать-то не об этом даже, не о ней. Да, куда люди, туда и Мария кривая. А она кривая-то под боком рядом сидит-то. И до того было неудобно, моя мама уже, та уже умерла, она все вспоминала, я ей как нехорошо сказал-то, у меня было однажды так вот, я между прочим сказать, приехал ко мне хороший человек, знакомый, у Дарсов Анатолий Васильевич, но я ему все это рассказываю, какие у нас люди есть. Я через дорогу показываю, вот тут живет один, его звать Семен, и он очень хороший, Семен Сиськов, Алексеев, отец. И он всегда приходит, с отцом они там в бане бывают, то другое. Но я ему говорю, это хороший человек. Дальше уже я не называю его Семеном, а просто хороший человек. Но я дальше не думал, что из этого выйдет-то. Мне нужно было, у меня были рыбацкие сети сделаны, железные, трудно тянуть-то. На дно Озерко, Рыжковский пруд, я никак не мог пройти туда. Ну, а тут-то приехал гость такой, гость-то солидный. Я говорю, пойдем туда, порыбачим-то. Ну и залезли когда, а там, Сергей, где помнишь, ловили-то. А там по колено только этот, ил. Там никто никогда не был. И рыба-то оказалась, ну куда тащить-то, один ил-то. А когда вылезли-то, а жена на берегу стоит. Ну, я говорю, польза все равно есть. А то я хотел сюда с хорошим человеком прийти. Я имел в виду с Семеном прийти. А получается так, твой-то муж никудышний, поэтому я его и загнал в это болото. Так а что, мой муж совсем? Да не, Люба, прости меня, я... Да ты что, Филипповна? Да самые хорошие его друзья. Я просто того человека называл. И вот здесь такое получилось. Сидим, беседуем. Я говорю, у вас разное в жизни было, Владыка. Многое было, хорошего, плохого, и кое-что забывалось. А так как у вас была такая трудность, вот вы едете в Рубцовску по дороге асфальтной, и приехали, встретили ковры. А здесь ничего-то нет. Приехал из грязи, вышел, и никого нет. Трава? Так он вышел в воздух-то какой. Вот. Я говорю, все забудется. На хороших дорогах еще и не раз в аварию может попадете. Я даже не имел в виду, что он попал-то в аварию-то. Я думаю, после чего же я сказал-то ему? Я говорю, а вот то, как ехали, трудно было. Это запомнится и семинаристам. Он внимание-то, может, не обратил, а я потом раздумал все это. Проиграл в обратном порядке. Думаю, ничего себе пожелания. Ну вот теперь, если эти будут нападки разные делать, расколяйте, еретики. Им проще всего отсылайте на наш сайт и на форум. Посмотрите. Будьте последовательны. Если мы еретики, а он приходил, здесь служил, он уже под запретом, ваш епископ-то. Канонические правила его со всех сторон обложили теперь. Никак. А если не еретики, а вы лгуны, вам надо идти на исповедь, вы сколько лет лгали. Тем более, говорили о раскольнике на зарубежную церковь. А когда произошло вот это вот вместе признание канонического общения, акта-то, и митрополита Лавра в том же сане, и он же ни от чего не отрекается, ему не говорили, где ты был в расколе. Всех приняли. Значит, вы заранее знали, что это никакой не раскол. Что это церковь в изгнании. И она всегда в почете была. То есть, иначе вы-то все под каноны попадаете. С еретиками молитесь, благословляете, еретикам подарки даете, ну и прочее. Я думаю, это было промыслительно. Что епископ был, для него это важно было. И с него спрашивает патриарх. Это мне уже доложили, как говорится, сообщили. Это абсолютно точно. Ну и мы этого желали. Нам есть теперь что показать. И у меня мысль о том, что он был неискренный, нигде не появилась. Ни разу. Особенно, когда мы шли с той стороны батюшка, а я с этой стороны и везде подошли к коровам. А дальше там нельзя пройти к овечкам. Рассказывая, где первый у нас был подвал, там где молились под землей. Нора барсука. И мы туда и выкопали. И там священника принимать можно было. Он подивился. А потом где был омшайник. Потом пошли вокруг. Ну видите, не было. И все. Кухня закрыта. Пекарня закрыта. Игровой зал закрыт. Но я говорю, тут надо приподнимите владыку. А он показался мне ниже меня ростом. Ну а что поднимать-то? Да я вижу печь там все. И все спрашивал. Он очень внимательный. Вот что скажешь другому я знаю. Ну он ноль внимания-то. А это сразу останавливается. А это вот тогда как? А это где? А это где? Вот я говорю. Вот это вот. Келья одна. Называется. Ну таракань. Вот это вот печь. Под ним идет-то. А вот это основная труба. Он сразу загореться, не загореться. Пол-то деревянный-то. Понятно. Он конкретно по сути дела. Да нет. Она пока прогреет. Она только от песка уже не загорится никак. Тут сушить можно где-то. Потом показали как колокола какие. У меня колокол 1774 года. Я рассказал как он попал мне. Что я задерживал преступников. Они, я говорю, грабили поезда. А я рядом живу. У меня две ученых собаки были. Мощные такие. Ну я их задержал преступников. И заставил холодильники, ковры, масло все обратно в вагоны скидать. Но они дали слово, что не придут сюда никогда. А я дал им слово, что я их не выдам. Ну наутро уже пришла милиция. Линейный отдел. Уже все доложил кто-то. Может среди них кто-то. Но мы все знаем. Все вернули. Потерь фактически нету. Но кто это делал? Я говорю, они дали слово, их нету уже. И они это, которые я не выдал. И они тоже узнали. Им кто-то передал. И где-то была машина шла с воском. Колокола откуда была опрокинулась в грязи. И они это достали. И мне на дом принесли и подарили. Вот такие круги воска. И колокол 1774 год. Там владыка позвонил, его другие подходили. Но интересная история это. Ты не знаешь где, как тебе это откликнется. Почему сегодня слышали, ты делай добро, говори кротко. И Господь как-то выведет это. Вот как эти три сосны, вспоминайте. И сундуком оказалось, и кораблем королей перевозить. И самым высоким, чтобы все люди во всем мире меня видели. Бог это сделал, выполнил. Этот крест Голгофский везде виден. Нужно научиться ждать. Теперь я поворачиваю на сегодняшний день. Мы едем. Вот Господь так все это сделал. Людмила Степановна передайте это платить, оплачивайте. Трудности были. Мне казалось. Впереди получить паспорта зарубежного. Получили. Но думаю это не все. Дальше речь шла, я не знаю. Все ли видели, что такое означает визу. Я думал визу это какая-то бумага придет. Это вклейка в зарубежный паспорт. Вот это все эти данные геометрические. И вот это шенгенская виза. Давайте посмотрите. Вот как она. И оказывается визу нам шенгенскую открыли. И пораньше срока, какой они назначали. У нас затруднение сейчас осталось одно. Которое разложить можно на три части. Первое. Наша машина пройдет или нет. Второе самое. Это груз. Груз. Сейчас начинают в некоторых странах. Они уже там работают. Выходят на визовое. До замминистра уже выходят. Перечислить что. Где вы ходите. Что вы выносите. Перенести в другое. Остальное опечатать. И как вы пройдете. Вот в Грузию зайти. В Армению только можно... В Азербайджан. Из Азербайджана в Армении нет хода. Они воюют. Нужно опять вернуться в Грузию. И тогда снова в Армению. И тогда вернуться через Южную или Осетию. Если через них прошли. То и в Грузию не пустят. И вот это справки. И все это надо сканировать было. Пищать. Подпись. Они переделали. И мне надиктовали. Мы все сделали. Но опять же не знаешь кто будет дежурить. Но никто ни разу не сказал. Ни разу никто. Не в одной среде. А зачем им это надо. А у нас такие есть говорят. Вот так. А зачем это надо. Ну пришло воскресенье. Съездили с друзьями. Там соленое грязное озеро. Шашлыки поварили. Вернулись и все. Что попало делаете. Ни один нигде. Повторяю. По сегодняшний день. И только вчера мне сказали. Николай. Это я на вас полагаю. Покажи его. Как у вас с телефоном. Чтобы можно было говорить. В какой день приедете. Говорят какая то нулевая есть такая там. Может бесплатно там или получать. Ну будет телефон. Да все разные там узнать. Сейчас надо до этого созвониться. Чтоб за сутки раньше там приняли. И в эти южные страны пойти. И туда. И я ничего не знаю. У меня другая забота. О еде. О финансовой стороне. О встречах. Но обо всем. О грузе. Это на мое есть. Это я все на себе держу. Мы практически. Если так все пойдет. Ни в чем не имеем нужды сегодня. Кроме. Чтобы воля Божия исполнилась. Мы делаем. Слышим голос Божий. И говорим. Мы делаем так. Как эти деревья. А так ли это. Получится ли у нас. Что мы едем с сундуком. С драгоценностями. Или по другому. У нас сундука нет. У нас машина. Уже первая загвоздка маленькая была. На погрузке. Самое для меня трудное. Это третий том Нового Завета. Повтори Татьяна. Повтори Татьяна. Ты уверена. Что мы третий том не положили. Да. На сколько процентов. Ну. На 99 по крайней мере. Ну ты мне ответила на 100 процентов уверенно. Да. Надо вот эти забирать. Вот. Как получилось. Там надписи маленько сдвинулось. Что ты их когда грузили. Я забегал. Говорю. Поднял руку. Прекратите грузить. Я залез. А Виктор Андреевич. Где он? Сзади. Вот. А ты говоришь. Ну вот. Нашли три. А остальное уже там заложили. Помнишь. Я когда заходил проверять. Ну я все не мог проверить. И теперь. Чтобы баланс это там вести. А их первый. Второй. Третий. Тон. Должны быть. Вообще. И здание 2000 было одинаково. Я еду к Андрею. Я не вижу. Он уехал. Вот. Еду к Добунову. А самая трудность у Добунова. Все обыскали. Нигде ничего нету. Наконец мы нашли где там. Через Дорогу. И все пересчитали. Сгруппировали первый, второй, третий. У Потеряевки. У Третьякова там. Здесь. Где что есть книги. Все подбилы токи. Первый, второй, третий. У нас два варианта. Первый. Татьяна права. Права. Но мы погрузили туда. Привезли. А он там есть. И полтора центнера мы будем через всю страну везти. И обратно привезем. Это ущербно. Но. Если она права. А мы не возьмем дополнительно сейчас. То первый, второй том весь завис полностью. Ну не могу я двумя книгами отдавать то. И у меня выбора то нет. И я делаю так как она сказала. Ладно. Пусть даже два центнера будет. Туда и обратно мы провезем. И когда я подбил итог. Получилось что 13. Если так то 13 у меня лишних. Или 15. А так 13 не хватает. То есть мой подсчет ночью сейчас закончил. Все 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 везде узнал. Он ничего мне не дал. Он показал. Делаешь так на 50 процентов. Правда делаешь. Не берешь. На 50 процентов не стоит. Но я знаю проигрыш на 100 процентов будет. Поэтому помолитесь. Это тоже для меня неведение. И один из вопросов остался нерешеный с Англией. С Великобританией называют. Надо было. Там и дальше. Меньше двух недель. И нету. Раньше мы ничего это не можем сделать. Меня убеждали. Я поверил что легче сделать из Франции. Если мы проедем. Там где самый Ла-Манш. Там где то. Но если даже это будет не так. У меня запасные ходы есть. Я заранее люблю впереди события этих идти. Кого то уговорить. С кем то переслать. С Греции. С Франции. С Германии. Люди свои. Германия вчера давали знать. Чтобы мы давали им знать о нашем передвижении. Когда будут люди. Где собрать. Особенно в Греции. Там в Грузии. На Украине. В разных местах. Чтобы мы успели собрать людей. Мы уже знаем что люди едем с дарами большими. И ждут. Они просили почты выслать. Но это не билетристика. Это литература. Которая на Слове Божьем основана. И она. Не каждому нужна. А кому нужна. У тех сразу все меняется. Вот. Показал я вам. Чтобы знали. Так. Сергея нет. Он здесь есть. Что здесь в печати Антихриста. И Крем Сирин говорит. Печать Антихриста будет ставить для того. Чтобы никто не мог совершить крестное знамение. Смотри. Аминь. 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 У меня у нас есть. Я не вижу где-то Валя Барышникова. Она все время привозила какие-то. Ну такие. Как бы сушеные. Слышущая у нас затрудительная обстановка. Мы могли на сухом пайке продержать все. Вот. У меня маленькая еще притча. Маленькая. Она мне понравилась. Принято почему-то обычное такое. Невесту. Когда женятся. Расписали все. На руках заносить в дом. Ну я не носил на руках-то. И носить отожей-то некуда-куда. Ну всегда рисует. Жених несет невесту. И невеста ему говорит. Вася. Мы уже расписались. Теперь все знают, что мужская жена. Может я с рук твоей сразу на шею перерезу к тебе. Ну вот так и смотрите значит. Если есть муж, то не на шею перерезать. Я считал балу-балгар. У них такой будто бы обычай. Ну я это из литературы узнаю. Последнее им испытание дается. Бросает башмак. И теперь жених с невестой туда опускается. Они дают на старт в темноте найти. Кто первый завладеет этим турком, тот будет владеть. Ну и остальным все. И он спрашивает. А что ты так долго спишь? А муж твой видим уже и быков за трех. А он проспал тот момент, когда можно было не жениться. Теперь пусть работает. А теперь она спокойно спит. Жены в этом намек. Женщина очень и очень многое может сделать и помочь. Павлович. Поэтому я сегодня, братья, попрошу тут остаться и членов церковного совета. Кое-что посоветовать. Поставить кого-то старшим, чтобы наблюдали. Здесь ночевали. Я ключи верну Михаила Петровича. Все как положено. Обдумать надо. Вода чтоб была. И залазить иногда хотя бы два дня раз голубя моим. Сохранили, чтобы все. Вы сегодня обсудите, кто тут будет приходить. Сергей Павлович. Ночевать. Этот один человек должен быть. Выберите время, как и сделайте. Ну по-другому нельзя. Вот роботы приезжают. То она, то он. Почему? Иначе никого ни где нет. Там соседи все растащат. И Валя Барышников живет. На день и ночь уехал. Говорит. Давай сарай там долой. Вот и все. Ну такой народ. А просто когда люди есть. По-другому маленько себя ведут. Ну не каждый намерен тебя убивать. Никому не открывай, а дальше молись. Так что вы, братья, не против, что я тебя поставлю за этим старшим наблюдать? За домами. Я его как бы ставлю, а вы сами тут решите. Михаил Петрович. Все остальное здесь рассмотрите. Мы ведь едем, знаете, мы думаем. А как промысл Божий, пути Господней говорит неисповедимы. Как Бог сделает? Мы ничего не знаем. Доедем ли мы, вернемся ли. Но мы прощаемся. Я прошу всех прощения. Потому что живой человек, во-первых, друг у друга под ногами может путаться. А другое дело, когда он или вредный, злой, всех там обзывает. Или желает спасения кому-то. Обличает, говорит, наставляет. В равной степени те и другие люди не на одном уровне будут идти. Их всегда будут долбить. Я что, если кого задевал? Не буду говорить, что Бог свидетель. Вы все свидетели. Я желал только блага. Чтобы вы были свободны во Христе, были радостны. Это жизнь такая коротенькая. Не успеешь глянуть, как она уже закончится. Я как понимаю это. И видите, они к этому все подходят. Ко мне вот пишут, я опять ссылаюсь на интернет, люди, которые впервые коснулись к нам. Вот вчера одна заходит и говорит, я крестилась у харизматов. А теперь, ну, харизмат это 50-ники. У них очень сильно развито нарушение седьмой заповеди. Неверность семье. И у них там такое случилось, и она отошла их к баптистам. А работает в кинотеатре, бухгалтерским работникам. Насчисляет зарплату и прочее. А баптист это из отделенных, это очень хорошие люди. И они ей сказали, ну так же заявление, так же испытание идет, вопросы-ответы, и потом назначают крещение. А то харизматическое они признали недействительным. Почему, не знаю. А ей сказали, пока ты не бросишь эту работу, заявление твоё разбирать не будет. Вчера говорит, двоих разобрали, допустили, а меня не допустили. Я говорю, я не участвую в этом, я только, ну, начисляю там, кому в отпуск. Я в декретном отпуске. Если я выпадала декретный отпуск, мы меня не оплачиваем. Сейчас я 5 тысяч получаю. Ну, правильно я поступаю, неправильно. Она не причащается, а я не причащаюсь. Спрашиваю мужа, а муж на духовном вопросе вообще не отвечает. И я ей задаю вопрос сразу. А вы знаете, к кому обращаетесь? Я же православный, не баптист. Да я знаю, я давно на вашем сайте. Я посмотрела, она уже многие ролики к себе перетащила. И там и Осип Папуней, и Патриарха. Да довольно необычно. Я сразу... А вы Библию это считаете же, конечно, вы баптисты любите. Но если Библию вы не прочитали, сейчас до начала беседы прочитайте 16 главу книга числа. Адафана Вероной Кореи. А потом я вопросы задам, а потом я объясню. Ну, это я ответил и вчера вечером. Но ответа пока не было. Кажется, Евгения ее звать. Вот видите как. То есть она очень необычная женщина. Очень необычная. Представьте, среди них спрашивает. Дальше я ответил. Слово «прещащаться» у баптистов вообще не фигурирует. Вот они сейчас ввели от православных. Епископ вообще у них не было. Старший пресвитер. Ну, кто тут из баптистов старый, знаете. Старший пресвитер. Это они все переняли и не сознаются. Пользуясь Библией синодальной, не признавая, то переводили святые мужики, как Павский и другие. С ней можно говорить. Это у меня вот самое последнее, с кем я так говорю. Еще одно. Ко мне в друзья попросился один человек. Ну, я так глянул. Ну, нормальный мужик. Я обычно смотрю, какие видео, какие фотографии. Но крупный, видно, мужчина. Лет 30. И поток на голове. И он только зашел и сразу что-то сказал. Я давно на вашем сайте и многое гляжу, подписывается православный. Звать его... Сейчас скажу его, как его звать-то. Сергей. А я говорю, а что же в платке-то? Это же в платке-то не положено. Он говорит, вот как, значит, судить-то? А я говорю, это не в платке. Это после операции у меня на голове. Так, перебинтовано-то. Он купался и нырнул, и ударился головой. Ну, это многие так, которые... И три позвонка в дребезге. Три позвонка. И осколки там, и ему опера... Никто не думал, его ждут, его нет, купаются. Его вытащили не через три, не через пять, а чуть-чуть через десять минут только. Двадцать минут. Двадцать. Через двадцать. Через двадцать минут, говорят. Через двадцать? А как ты узнала? Читала. Читала. Ну, я знаю, что через шесть минут вроде мозг уже отмирает и проще. Ну, и надежи никакой не было. У него все парализовано. Но какая-то там гимнастика что-то... Он сейчас что у него? Кажется, одно предплечье, не рука. И его на компьютере научили рисовать иконы. И хорошие иконы рисует. И там его заказы какие делают. Ну, я решил еще немного что-то дать. И его данные все о нем, и перетащил на свой форум. И вот он лежит сколько лет уже? Ну, лет, наверное, шесть-восемь. Ну, видел, я показал, и говорит, вот медленно-медленно лежит, он никуда не шевелится, вот так вот, говорит. Вся жизнь изменилась. И он славит Бога. Я Бога больше познаю, как в болезни. Да. Видите, что он-то как бы... Думает, я какую пользу принесла? От него большая польза. Ну, я в друзьях... А? В 2002 году это случилось. Одиннадцатый год. Одиннадцатый год. Одиннадцатый год уже. Значит, Сергей звать его. Если вам не забудется, помолитесь, чтобы Господь довел его до желаемой пристани. Видно, что он искренне желает, но как-то ему сделали, и он быстро отвечает. Руки не шевелятся, а может пальцы, и он будто бы чуть-чуть шею шевелит. И какие операции, сколько он там назвал, голову там долбили, там что-то даже не знаю. Ну, тяжелое состояние. Это вот то, что мы узнаем. А чего мы еще не знаем? Так, вопросы. Если мы никогда сюда не вернемся, а мы едем в путь не близкий, Потому что в дороге, во-первых, много опасностей. Вы знаете, кто мог быть генеральным сектором КПСС? Это Машеров в Беларуси. И показано, как он погиб. За него был Андропов, которого хотели дальше поставить. И он за ним только выслал людей с самолетом-то. За два часа не успели, он уже погиб. Из-за машины впереди идет машина грузовая, высокая там. И он за него на обгон, а та 120 идет. И лоб в лоб. Там расследование было. Мужика этого посадили. Ну, вот как здесь был... Помните этот, Щаранский или какой, когда погиб-то этот? Не Щаранский, как его? Из-за Индокимова. Ну, а из-за Индокимова погиб-то. Как его фамилия? Его освободили. И этого тоже освободили. А-а-а. Если такие люди, первые секретари КПСС страны, или сказать, республики гибли, то мы уязвимы очень. Но с нами Бог. Мы делаем с молитвой освященный транспорт, мы молимся. И апостол Павел тоже дважды пытался идти, а дух не допустил. И мы не знаем, может нас никуда не выпустят, мы тогда начинаем сразу по России работать. Вот так. То есть ни в коем случае не зароптать. Сегодня я материал скидал на эти молитины у нас были. Где, вы знаете, где они есть. Встречу готовы организовать Самира, мусульман собрать. Ну, то есть у нас в разных местах, даже в нескольких странах. Теперь в этой, в Грузии, в пять. Городопия должен заехать уже с нами. Отец на ум может поехать. Уже все это договорились. Таможенный работник, Каха его звать, и со мной долго беседовал. И все вот такие вопросы, которые я даже не ставил никогда, оказывается, они нужны. И теперь справка за справкой, мы обменивались и в окончательном виде, вот сейчас передал, должны получить. И где мы будем, с кем встречаться, все это должно быть указано. Но это его справка, которым уведомление называется, она нам могла бы помочь и на остальные республики. А может быть еще где-то. Неведение из-за того, что путь Господь не открывает. У Бога конечная цель. Цель наша такая, чтобы люди познали Христа, познакомились с истиной. Бог это может сделать так, как мы совершенно не думаем, как эти три сосны. Вот мы три сосны и едем. Настроим. У каждого свои замыслы трое. Виктор Николаевич едет, вот Николай Павлович Кручина. Ну и я еду. И едет с нами враган собака. На него тоже документы все оформлены. Защипирован. Вот единственный, кто у нас защипирован, это он. Этот с щипом. И теперь он уже ничего не разговаривает и вслух не молится. Перекраситься? Ураган. Ну а что нужно? Да. Ну вот у нас епископа нет. Так? Нет епископа. Давай-ка, Санька, чтобы тебе видно было. Поднимись, маленочка. Так. Епископа нет. Нет. А куда он делся? Ну как? А Иларион кто? Иларион кто? Иларион епископ? Ну, Иларион. Иларион епископ. А звание, епископ, архиепископ, митрополит, патриарх, это все епископ. Другого нету. Это как в армии генерал, а генерал это генерал майор, генерал рейтинант, генерал полковник, генерал армии. Четыре звания. Это епископ. Это епископ. Все. Епископ никуда не делся и будет. Он избирается, но только утверждение идет о патриархии. Вот и все. К нам претензий ни с какой стороны ни от кого нету. Мы признаем благодатность тайн всего Московской патриархии. Но под их руководством напрямую мы никогда не поймем. Я повторяю. Почему? И они это уже понимать должны. Я не знаю, все ли понимают. Мы уже теми не будем. И нас там, которые священники, они сейчас приезжают как гости. Здесь они уже могут вести совершенно по-другому. Приехал, сказал, сделали, убрали, перевели. Сейчас ничего этого нет. Мы друзья и нам хорошо. Многообразность в мире. Вот показывает даже где-то в Африке. Мы знаем одна обезьяна. А в Африке, кажется, 17 типов обезьян. И так и православные сегодня уже 17 этих разных юридикс этих обезьян. Но все мы божьи. Какие мы на есть. Под ним названием синица, их там воробин их сколько. А мы верующие. Мы можем быть далеко не одинаковые. И не все ли учителя, все ли апостол, апостол Павел говорит, все ли. Но палец не скажет, что уху ты мне не нужен. Глаз не скажет, что турок ты мне не нужен. Мы все нужны друг другу. Нужен вопрос. Пока вы не уехали. Игнатьич, как рассмотреть письмо митрополита Илариона к батюшке, что он говорит, благословляю вас переходить под епископа Максима. Вот вы сейчас сказали, что у нас есть епископ. Официально епископ Иларион не имеет права нас, ну как говорится, окормлять. У него нет общин в России. То есть на сайте РПЦЗ написано, что в России нет общин. То есть мы сейчас в зависшем положении. Когда мы официально были РПЦЗ, у нас был официальный епископ Ивтихий. Он был под контролем митрополита Илариона. В тот момент, когда мы перешли, когда епископ Ивтихий перешел в Московскую Патриархию, официально мы перешли тоже в Московскую Патриархию. Мы официально перешли, но мы были на особым счету, как это называется, Ставропегальная община, он был векарный епископ. Когда епископ Ивтихий ушел на покой, мы остались в зависшем положении. И на одном из собраний, когда мы были в ипархии, нам конкретно Беляев сказал, что через короткое время вы будете юридически по церковным правилам нигде. Поэтому вам надо принять решение. Батюшка, когда задавался прямой вопрос вам и батюшке, ну было такое молчание, все божьи, епископ у нас есть, Иларион, мы ждем от него ответа. И тогда как раз батюшка и сказал, что епископ, ну Сергею Беляеву, ну в том числе епископу, его и не было, что мы ждем ответа. Но ответ пришел, епископ Иларион, епископ Иларион нас благословил переходить. Наша реакция какая? Где мы сейчас? В какой структуре? Я понял его. Первое ваше слово «зависшее». Одно слово только поясни. Что значит слово «зависшее»? Откуда ты его взял? «Зависшее» в том плане… Откуда из канонов сошлись на Библию? Откуда? Как слово «православие» нету в Библии, так и слово «зависшее» нет в канонах – это общее положение, которое я охарактеризовал. Слово «единосущный» тоже нету, это придумал Константин Великий, то есть это было… тоже слово этого нету, но оно… есть понятие такое «зависшее». Ну понятно, слово «зависшее»… То есть не подконтрольно никакому епископату. Смотри, Игорь, слово «православное» возникло в 19 веке, там сектанты говорят, я им показываю, в апостольских правилах встречается два раза, на Первом Вселенском Соборе три раза, то есть это неправду говорят они. Слово «православие» фигурирует с первого века, в Библии нет его, но оно дает объяснение, слово «зависшее», одно слово, никуда не уклоняйся, объясни. Просто вообще не есть среди людей, кто пытается мыслить, этот вопрос висит в воздухе, скажем так, но не задается, я его решил задать перед вашим отъездом, потому что я думал, это от батюшки просто исходит умалчивание, а вижу, что и вы сейчас на прямой вопрос сестры, скажем так, я подговорил ее задать этот вопрос, потому что я перевожу, я не могу это делать. Вы сразу сказали, а у нас есть епископ, и я вижу, что вы, как бывший опытный шахматист, сделали этот ход, а она не смогла на этот ход вам ответить другим. Я отвечаю за нее. Все, я тебя отвечаю. Зависшее, это означает, что мы, где раньше батюшка ездил к епископу… Игорь, это все лишнее, не причисли, понятно. А теперь нигде, просто любить друг друга, это одно, но мы же православие. То есть ясно, что ответить не можешь. Поэтому началась демагогия, обычная демагогия, больше ничего нет. Обращаемся к первой апостольской церкви. Слово патриарх не фигурирует нигде. Слово митрополит вообще отсутствует, архиепистот нигде нет, вообще нету. Это все придет столетия спустя. А как установлено было? Рукоположили епископов и святеров, где окна больше ничего не было. Вот и все. А теперь они, а что патриархия, а теперь друг от друга, а теперь патриархия с патриархией, не знаю. Ничего этого не было. Совершенно самостоятельное действие каждого епископа. А апостолу, вот сейчас, который у католиков говорят, он папа над всеми епископами, нигде этого не было. Это их право примат папства выдуманное. И ни один православный учитель, ни один никогда этого не признавали. Все миллиард католиков они признают только под папой. То, что ты сейчас гонишь к патриарху, для католиков-то патриархи все хизматики. Для старобрядцев-то, которые имеют священство и беспокойство, ты никто, и я никто. Вообще никто. Так нас интересует не их мнение, а мнение Слова Божия. А вот мы привыкли с этой ступенькой епископа, а теперь у нас никого нет. Я знал, что она не сама задала этот вопрос. Это не по ее статусу вопрос. Я только не знал, кто ее подтолкнул на это. Это ты. Так. Епископ был и остался. Речь идет о признании. В прошлый раз я раздавал бумажки, что такое секта. Это отрицание института священства. А есть он у тебя или нет, этот вопрос не ставится. Я спрашиваю, 47 лет. Где Мария Египетская причащалась? Да где? Ну, одни звери, насекомые, скорпионы. Но она не отрицала. И когда пресс-митер Зосима появился, она причащилась. Вот и все. Мы-то вообще в привилегированном положении находимся. Вот я сейчас пришел, вот я сегодня конкретно. И причаститься. Где мы? Да в любом. Мы сейчас поехали у отца Кирилла, можем причаститься. Нам никто это не запрещает. Мы знаем, где священник, где отдельно исповедь идет. И мы это можем сделать в любом. А у нас нету. Как это нету? Я вопрос прошу. Как нету? Я в храме у них проповедую. А он кому подчиняется? Но у нас сколько здесь таких, которые епископа не имеют. На прямую патриарху. А какие вопрос задают такой? Да никогда этого и не было. Ставропегиальный. А куда Лавр делся? Умер. А кто на его место? Иларион. Что поменялось? Да ничего. А до этого как было? Епископа и не было. В самом основании у нас было. Мы сразу подчинялись. Синоду шли. Вообще не было. А, говорит, русанцев. До русанцев архимандрит был. Об епископе-то этом я ходатайствовал в синоде был. Притом неоднократно. Он там всего лишь архимандрит был. И когда разговор зашел, я епископу Ивтихе это и сказал. Обстановка была не совсем спокойна. Он говорит, но я же не упал, намачивал вас. Но я ходатайствовал. Сидели. Вот здесь сидит Иларион. Митрополит Виталий. И я сказал. Вот хорошо бы нам епископа своего там иметь-то. А до этого что? Мы не церковь. И при том наше положение такое, что нас никто не скажет. А вы понимали так, а сегодня так. Мы всегда признавали благодатность московской патриархии. И греческая старость сильная. Какие на ней было бы истинное рукоположение. Мы намного дальше идем, чем они думают. Я вам всегда говорил о пяти. Это неправильное выражение. О пяти ветвях. Католики. Григориано-армянская апостольская церковь. Как называется. Копты и сирийцы. Вот. А если никого не будет? Григориано-армян. Прищащусь. Это церковь. А если нигде нет? Где буду допущен, там и спойду и прищащусь. Но только здесь. Вот то, что я показываю. А то у нас нет. Зависшее. Все сыпется. Ты любишь выражение выбирать хлесткие. Без подтверждений. Поэтому они не истинные. Ты о нашей машине даже не в епископе говорил. А что? Все сыпется. Пятьдесят тысяч километров не рассыпалось. И сейчас едем. Дай Бог каждому так ехать. Хваленые американские машины, другие японские. Застряли не могут. За ними трактор едет. А за нами никто. Мы оттуда и обратно выехали. Но мы ехали по такой дороге, где Игорь Барабаш говорит, я ехал на тракторе. Меня говорит, так наклонило. Я думал, трактор опрокинется. А мы на машине своей прошли. Вот и все. А ты сыпется, сыпется. Не сыпется. У нас есть кто за этим делом смотрит. И притом большого-то ремонта не было. Ну колеса просто необходимо на летние поставить. Все заменили. Два Николая смотрят. А ты не расположен к этой машине. У тебя другая машина. Хорошая. Но она никогда хорошая твоя. А не сделает то, что сделаем мы на той, которая, по твоему мнению, сыпется. Сыпется по вашему недосмотру. Вы видите, стучит. Остановись, посмотри. Проверь. Смени. А камеру сменить не можете. Шофера. Я уже познакомился с вами. Разбортовать не могут. Даже там. Потерявки. В сервис. Приехал Пальгоев. Мгновенно все сделал. Лопнул на рессоре бандаж. Да так как-нибудь потихоньку только туда доехать. Николай Пальгоев тоже все сделал. По инспекторам поставили. И после этого еще проехали 30 тысяч километров. Сделать обязательно, Николай, запасные. Сделать. Значит, надо уметь. Вот для Николая она не сыпется. Для этого не сыпется. А для тебя сыпется. Ничего зависшего нет. В нас ничего не изменилось. А он рекомендует. А ты теперь скажи. Вот тогда я здесь задавал вопрос. Батюшка. А что ты думаешь? Почему Иларион не отвечает? Тогда у нас как бы не согласие было. Я сказал твои мысли, не батюшкина. Я еще раз повторяю. Я не спрашивал, что он думает. А ты как думаешь, почему он так думает? Иларион-то ведь тоже в подчинении находится. И тоже разговор бывает. Одно то, что мы единственные остались от всей зарубежной церкви, это уже о чем-то говорит. Я тогда говорил, вот то, что мы сейчас выразили свое несогласие. Никаких объединений. Но решение будет принято, мы подчинимся. Никакого решения о соединении не было. Даже разговора не было. И у нас есть свидетели, которые были, которые туда ездили. И решение это выставлено в интернете и наше, и то. Все остальное это потом закулисная работа. Зачем нам это идти? В первую очередь не было бы ни ладеря у нас, ни деревни, ни того, что мы делаем, ни община. Я проигрывал такой момент. А вот сейчас Иларион, допустим, он больной, умрет. Ну что, проигрывать не надо. Там на очереди стоит семь епископов. Их там своя зарубежная церковь избирает, не московская патриархия. Отсюда дают утверждение. А если не утвердит? Дальше не описано, что если не утвердит. Не надо проигрывать вариант, который еще патриархия не проиграла. Те избирают уже знать, что его они дальше одобрят. Вот и все. Не так, что мы хотели бы, а его нету. Но если так, то у нас сейчас батюшка. А могут они рукоположить? Максим мог бы. А Иларион? Иларион тоже мог бы, согласно канонам. Но он не пойдет, и этот не пойдет. Почему? Сегодня. Ты-то ничего об этом не думаешь. Ты выпросил у Бога ответ. Теперь ты меня спрашиваешь, а ты получил? Я тебе четко отвечаю, не получил. Но я каждый день многократно предстаю пред Богом и днем, и ночью. И имея внутреннее убеждение в этом, мы останемся. Если бы они имели какую-то власть, они бы давным-давно, уже 5 лет, кончилось, другое, они бы нам голову всем, как говорится, на рукомойники отправили. Ничего этого не могут. Могут уговаривать. Почему им заботы не будет? Они не знают, что дальше будет. Они не знают. Простое дело беру мои книги. Вот этот аристарх, митрополит Кузбасский. Получил вчера ночью документ в оригинале. Кое-как. Это первый документ. Я знал, что там написано. Еще в дороге Сергей Павлович открывал, и там написано. Они говорят, в библиотеках появились книги. Что он говорит? Он ничего не говорит. И они ничего не считали. Они ссылаются на то, что у нас бывшие Волков и Шимко, и написали вот это. Помните маленькое это? И они насылают. И как? Великий богослов современности Волков. Они не знают. Это великий богослов современности. Когда приехал Акопян, начальник училища летного, его курсантом был Волков, Сергей Живанширович. И я ему там в Потеряевке говорю, Сергей Живанширович, ну почему вот ваш один у нас курсант, он обратился, что же вы такие, ну не разве это? Что не скажем? Так а что вы хотите? И военные, и я такой же. Вот это я понимаю человек. Он так понимает, это военные. И он великий богослов. Он себя таким признает. Ну что смеяться-то? Нет. Великий богослов. Но, я долго не знал, вчера наконец мне приоткрылось, что они не считают и ссылаются на него, о которой говорит совершенно не по делу. Они не по делу говорят, и поэтому я не уязвимый. А если бы они начали по-настоящему работать, да они бы на меня нашли на три смертных приговора. Но они не найдут, они не знают на чем засыпиться. Теперь, Лапкин говорит, что церковь наша неправильно совершала и в Харисе на хвостном хлебе, надо на пресном. Кому это надо? Мусульманам? И говорит, католики, по мнению Лапкина, правее нас, да дни опресников были. Они доказывают, что Христос совершил на хвостном хлебе. Да Христа убили бы сразу. Его убили бы. Написано, кто будет есть хвостное, да будет предан смерти. Ты считаешь, нет это? Это дни опресников наступили. Считай Евангелие от Матвея, Евангелие от Марка. Там не было хвостного нигде. Вот кто видели там искупление, кажется, фильм, когда подметают крошки там и все в огне сжигают. Они даже в крысиные норки заглядывают, чтоб крошка не попала где. Евреи очень щепетили в исполнении закона. Я тебе рассказываю. И они на это ссылаются. Я теперь увидел. Ну и хорошо. Значит, главное-то впереди. Я им всем вызов бросаю. Вызывайте меня по моим книгам. 12 лет исполнилось. 12 лет это срок для исследования. Нигде и ничего. И как они книги? Они, а раз люди ходят в церковь, в одной они пришли, а вот Лапкина книги, ну и что? А мы вот хотели, а вам Лапкин не давал их. У нас документ от него, что мы эти книги будем народу давать. Извините, пожалуйста. Сразу поп попятился, сгинул и как будто никогда не было. Почему? Человек ходит не в церковь. А в одном месте были, человек не православный совсем. Тоже поп всунулся, его, говорится, омыли и отправили обратно. А в другом месте, вот здесь. Так, да ты же прихожанка, ты же знаешь это. Послушание, пащи, поста и молитву. Слушаю, Владыка, что? Книги Лапкина нужны здесь более. Они очень полезны, они им говорят. А в библиотеке кто их будет читать? Епархии они нужны для семинарии. Да как? Ну, по договору они сохраняются. Это все обманом. Приехал туда Михаил Кальмаев и говорит, книги Лапкины из библиотеки изъяли ваши? Да, наши. А зачем? Ну, они епархии нужны. А для чего они нужны? Читают? Ну да, ну я один из читателей, дайте мне почитать. Дальше они не проигрывали. Они ленивые, как сотрудники КГБ, я говорил. Не могут дать. А почему? Не знаю, надо спросить. Ну, сказали, что они экстремистские и там вражда сеется. Так, давай запишем. Так, повторите. А он записывает все на телефон. Так, книги экстремистские? Нет, подождите, я сказала, может не так, сейчас перезвоню. Директор, какие экстремистские? Это православные книги. А вражда? Никакой вражды нет. Ну, извините, я неправильно сказал. Неправильно ты это уже многим сказала. Понятно? И теперь они книги эти заблокировали и держат. Но они своего времени дождутся. Книги эти. Вы знаете, в записях было, когда у царя Артаксерса? Да. И оно лежало, лежало, лежало. И вдруг сон у него Бог отнял. И он что, не сказал что-то несите? А что там посвежее такие события? Нашли, как Мардахе разоблачил двух предателей. И было исследовано, и повесили. И не наградили, не наградили. А следующие будут читать, что... И они также могут сказать. Книги Лапкина лежали и никому не давали. Да они же от смерти спасали. И мы ничего сделали. Они в один день все могут изменить. Все. Поэтому доверься Богу. У каждой сосны своя задача была, и Бог выполнил. И этот крест будет выше всего виден. Вот об этом надо молиться. Я постепенно дозреваю до этого. Зачем они берут? А что-то сделали? Ничего не сделали. Я по интернету прошел, где-то уничтожали книги. Один священник, и тот теперь отказывается. И тот как трехтомник. Завнял его. Как гребенюк, его кажется? Отец Александр. Отец Александр. И уже теперь говорят, уже не новый завет сжег, как истинно православие. То есть, они же тоже считают что-то. Попятились назад. Благословен Господь. Аминь. У нас был священник. И будут. А если батюшка умрет? Храмы все открыты. Мы собираемся. Батюшки нету. Он явится, может, неделю через век. В Белоруссии еще сейчас. Но уже ничего не потеряли. Будем все. А некоторые. А я желаю каждый день причащаться. Батюшка говорит, я каждый день не причащаю. Не знаю, что это не на пользу. И об этом многие святые говорили. К нему надо приготовиться во-первых. И достойно вести после этого себя. Ты правила же не высчитаешь на один день. А куда надо пойти с священника нету? По любым храмам, где мы знаем. Мы ничего не отрицали с первого дня. Был тогда епископ. Все дети причащились. Были здесь. А вот если бы у нас еще батюшка есть, мы здесь причащаемся. На днях один старообрядец зашел. Я шесть лет был кришнаитом. А дух сказал мне, все здесь от сатаны. Я, говорит, ушел от кришнаита. И тогда иду мимо храма и православный. И Бог, не Бог, а дух. Дух сказал мне, а вот здесь вся истина. Я зашел и стал молиться. Два года молился. И когда молился здесь, дух мне сказал, здесь все от сатаны. Дух теперь его повел дальше. Дальше идет старообрядческая. Вот туда его привел. И сунулся на нас. У меня есть там Андрей Иосифов. Поговорил. Я не могу на вопросы отвечать. И сгинул, как будто никогда не было. А фамилию назвал Мо-Море. То не океан. Море. Море. Ничего нигде нет. Если слушать, что тебе дух скажет, твой личный, надо, говорит, слушать от Духа Божия. Мы никогда не отрицали благодатность московской патриархии. Если ее отрицать, мы должны сделать дальнейший шаг. Дальше. Батюшка наш не священник. Потому что он в московской патриархии. Дальше-то мы должны. Епископ, который его рукополагал, тоже Максим был. Крохов Абеля. Тоже не священник. Видите, как одно за другим идет. Мы никогда на это безумие не пошли. Мы им легко могли пойти под Агафангела, могли под Тихона. У них есть одно, которое мы никогда не примем. Мы должны признать безблагодатность московской патриархии. То есть на противоположное требование мы этого делать не можем. С нас никто не берет подписку, признаю ли я за церковь католиков. А если коснется четко и ясно скажу. Да, это церковь со всеми заблуждениями и ересями. Но у них заблуждений и ереся может больше, чем у нас. Инквизиция все-таки свирепсовала. Но сегодняшние говорят, мы каемся в этом. Каемся в этом. И дальше этого. Не надо лезть. Если ищешь подвоха какого-то, тебе дьявол будет подкладывать и подкладывать непрерывно. А это непрерывно тебе никогда не взглотнуть. Ты узнавай где беда, сочувствуй и молись. Потеряю, пошли ребятишки на наш бомб, где и упала девочка и сломала руку. Кто? Кто там? Чья девочка? Я вчера звонил Игорь. Сказали ваша девочка. Это Надежда Васильевна мне сказала, она у меня шины накладывает. Я говорю, а что ж ты молчишь-то? Да это не моя приемная дочь Максима, его сына. То есть она ему не кровная, она женился с ребенком. Алина звать. Я говорю, ну хоть она не крещена, но помолиться не запрещено же. Через эти страдания Господь родителей привлекает. Вот такое дело. Три сосны, вспоминаете эти? И Бог выполняет, но по-другому. Другое сокровище будет в этом сундуке лежать. Другое на корабле будет плыть. Но желание исполнил Бог. Так, а пребывание в Потеряевке? Кто желает сейчас сказать епископа Максиму? Вопросов нет? Так, вот здесь вот из Потеряевки привезли батун. Экологически чистый. Кому надо, бесплатно берите. И вон еще лежит. Вот, лежит. Хотя все можно забрать. Так, хотел бы выслушать от вас наказанного. Повторяю, я прошу всех прощения. Кто и хочет отдельно сказать, подойдете ко мне, скажете. Обиды, благословения и прочее. Пожелания ваши какие? Вы скажите, пока мы здесь. Игорь Тихонович, с вами будут два водителя. Один, можно сказать, ас, опытный. Второй, ну, никакой, неопытный. Ну, вы по одинаковой мерке их не цените, не оцениваете. И будьте снисходительны ко второму. Не требуйте того, что можно потребовать от другого. Понятно. Требовать будет обстановка и который старший. Поэтому мы будем для менее опытного благоприятствующее время суток избирать. Старшему побольше спать давайте. Ну и отдыхать, чтобы не случилось то же, что случилось однажды с братом. Да, с братом. Мы едем не спать. Поэтому два шага. Но когда они стали настаивать, вот Игорь, он говорит, давайте круглосуточно ехать. Я говорю, нет, четыре часа будет полновесный воздух. И вдруг узнаю у дальнобойщиков, они говорят, по четыре часа, когда едут, отдыхают. Ну, один. А потом дороги еще засыпают и все. А если спать по восемь часов, долго ждать вирус придется. Ну, восемь и, скажем, шесть, это разница тоже. И когда почувствовал, что засыпаешь, лучше остановиться или передать друг другому. Передать другому. Так мы и делали. Благодарю. Так, еще что? Еще. Я просто, как бы... Ну, у меня Николай всегда меня страшно ругает, когда... Закрывает мне рот просто. Когда он за рулем, чтоб я всегда молчала. Так. Но у меня этого не получается. Ну, он... Он в то время злится на меня за то, что я открываю рот за рулем. И поэтому я... Он большой стаж имеет. Я поэтому хочу вам передать это, чтобы не за рулем ни одного слова не говорить. Особенно, если какие-то претензии... Я тоже так и думал. Но меня убедили в обратном. Так. И Николай Курчинов. Я, говорит, подбираю дорогой попурчиков. С какой целью? Чтобы разговаривать и не заснуть. И вдруг я это в интернете нахожу. Что именно говорить? И когда мы... Я ехал с одной республики в другое. Я был с шопером. Наши сестры так же делали. И всю дорогу ночью я с ним разговаривал. Шопер поблагодарил. Знаете, мне сегодня ночью даже дремоты никакой не было. Это было интересно. Другое дело, когда начинаю дергать. Я не знаю. Мне не нравится слова, что это Николай. Он страшно злился эти слова истребить. Он не злился и не страшно. Он делал... Ты слова-то говоришь такие, которые мешают ему. А я, прежде чем разговаривать о чем-то... Дорогой ехали. Я спрашиваю. Если я буду говорить, тебе не помешает. Да нет. Да ты что? Наоборот все. Теперь я ему говорю. Мы на ходу читаем Библию. А на переезде остановились. А Николай за рулем был. Он взял тогда и читает на переезде. Пока поезд идет. Мы читаем. Мы рассуждаем. Считаем псалмы от славы к славе. Что ради мы молчать-то будем? Тем более шоперой говорит, это никак не мешает. Мешает дерганье. Вот это вот. Поэтому проследить за тем, что он тебе говорит, не говорить. Ты нужна будешь. И то, что умеешь говорить, это на пользу пойдет. Я это принял в сведение и переадресовал к Николаю. Желаешь, спроси его. Это его ответ. Я говорю, Николай, так дорога-то нельзя по пущиками разговаривать. Я наоборот беру не за деньги, а чтобы мне не уснуть. Я повторяю, теперь имею подтверждение из мировой сети. Еще. Когда точно отъезжаете? Послезавтра или в среду? В среду. В среду. По всей вероятности, так не бывает. Потому что... Мы же еще один раз встретились. Мы еще раз. Видите, что-то зуб заболел, сходят в зубы, могут назначить на следующий день. И все. Утром, чтобы приняли здесь ваку. На ночь калитка должна быть закрыта с этой стороны. Если никого нет, калитка будет открыта. Калитка все время закрыта. Повторяю. Все, что требуется для поездки, у нас есть. Есть у нас желание. Есть подарки. Ценейшие подарки. Есть у нас благословения. Священник благословил и тысячи благословений отовсюду. И ожидания, когда мы вернемся и поделимся, как это все было. Только бы мы достойно себя вели, надеялись на Бога. Нас ждут везде. Ни одного нету нигде, даже легкого намека, в виде вопроса, зачем вам это нужно. Был один такой, я знаю оно. Но не вызывает уже доверия. Не всегда бывает трезво. А зачем туда ехать? Вот туда, там такая опасность. Я через две недели знаю, там война начнется в Боснии. Уже два месяца прошло, никакой войны нет. Я вижу, дух лжи пугает. Нам пугаться не надо. Первые апостолы шли, Павел говорит, в опасностях путешествиях. На дорогах. Лжебратья. И все опасности позади. И куда пришел? Пришел к плаке и к мечу. Вы знаете, мужественные люди всегда были. Но их надо знать по именам. Самый, может быть, мужественный за последние десятилетия, и в России, может, даже за столетие, это отец Данил Сысоев. Вы до конца еще всего о нем не знаете. Сколько было угроз ему за последнее время, смертельных угроз. Еще никто не знает от руки, кого погиб. И он никак не останавливался. Он шел, свидетельствовал. Я практически все просмотрел. Мы в его храме приезжали, видели. Вот сейчас спрашивают, скажите ваше мнение, ролик составьте. А о нем, я чтоб составил, везде спорят, канонизировать или не канонизировать. А я говорю, не надо. А зачем канонизировать? Он святой, он не нуждается в этом. Он мученик Христов. И мое сознание его канонизировало, как только я услышал, в этот же день. В этот же день, к вечеру, как к утру мне сообщили, я уже знал. Аминь. Я повторяю. В России за тысячу лет никто так не любил мусульман, как он. А у него, говорит, дед или кто, был мула. У него происхождение оттуда из мусульманов. Этот человек как будто жил для них. И люди этого не понимают. Вот и все. Игорь Тихонович, вы, наши дорогие братья, не скупитесь ради Бога. Ну, хотя бы смс-ку пошлите, чтобы вы могли проследить, где вы есть. Давай договоримся. На тебя будет три звонка, ты не берешь, они не открывают. Это означает, у нас все хорошо. Не открывай. Нам принимать нельзя. За это деньги большие высчитываются, если кто-то звонит или смс даже принимать. Но Николай, если сумеет там достать это, мы сообщим, что бесплатно. Там 20 рублей в месяц платить надо, всего за это. Так, а если что случилось? Больше трех? Так, давайте договоримся. Если что-то у нас сложно, усилить молитву пять. Вот от нас звонит, вы смотрите, сколько звонков, считайте. Если не понятно, значит дай звонок, получил один хотя бы звонок. Все. В Японии так и делают, все время. Вот еще и как связь сработает, она ведь связь-то бывает, что звонки тебе могут прийти позже. Один прошел, потом второй не прошел, третий прошел, вот так всякое бывает. Ну, можно с повтором сделать. Есть такая поговорка. Отсутствие новостей – хорошие новости. Понятно? Уедет солдат из армии. Ну, разговаривали в таборе. Ну, я спрашиваю, Вася, а ты домой-то писал письма? Нет, не писал. А зачем? Зачем? Если еще будет плохо, командование сообщит. Это у меня письма приносят, и лапки по носу. У меня письма отовсюду туда дошли. Ну, и тоже я на этом, говорится, попался. Переписывался с Германией, с демократической. Одна Рут-Вехтер была. Она мне Тихий Дон на немецком языке прислала. Я совершенствовал немецкий язык в это время. А напротив окна в ракетных шестях служил в это время. Они только образовались. И специально майор ходил, семечки щелкал. Мне сказали, это вот он, который КГБшник, который за всем смотрит не был. А мое письмо отправили из этой. И оттуда пришло письмо из города. Солдатам дал. Нам-то выхода нет в город-то. Ну, я дал там кто-то. Больная была. И ответа, когда пришел. Вы посмотрите, что с ним было. Он на должности щелкает семечки. И вдруг его подопечный в ракетных войсках в Германии пишет письма. Я думал, он убьет меня или умрет от разрыва сердца. Я говорю, ничего там не было. Это демократическое. Он ничего не слышит. Видимо, ему уже дали звонок. В ракетных частях Советского Союза переписываются с Западом. Ужас какой. Конечно, все было отрублено и потеряно связь. Ну, надо было понимать. Если мне нужна была газета, но и цайт я мог купить здесь. Делью Аркер коммунистическую покупала, которая в Нью-Йорке издается. Больше ничего не было. У нас сейчас возможности больше. Мы надеемся на Бога. Мне нравится выражение, когда Григорий Ефимович Распутин думал, что в Петербурге будет. А ему сейчас говорили, там такой разврат. Ты совратишься. Себя ничего не будет. Он молился много, а он говорит, а Бог. И поднимает, а Бог. Вот это выражение, а Бог, он меня заменяет все. А Бог. Я сейчас еду и думаю, на какую тему сказать проповедь в храмах, где буду приглашен. А это может быть. И думаю, очень хочется сказать мне на 8.24 к римлянам, любящим Бога, призванным по его соизволению, все содействует ко благу. Я это все считал, но никогда ни одного проповедника не считал призванным по его изволению. Вот это нигде. Все ко благу все от Бога. Я верующий все принимаю, как мусульманин. Что бы не было, хотя бы утонул с конем в болоте, но это от Аллаха. Но слово призванным по его изволению, вот эта фраза как будто не существует. Я немного размышлял и думал, я скажу все-таки когда-то проповедь на это. Я тоже не говорил. Что значит, кому содействует ко благу все в нашей жизни, когда ты избран по Божьему благоволению. И тогда в накладку идет, потому что ты к жизни вечной. Вот человек отступил, творит всякие пакости. Ну такие есть везде. А как вы думаете, что будет? Я отвечаю, если он избран, вот это временное колебание будет устранено, и он потерпит наказание, но Бог его не отвергнет. Это восемьдесят восьмой псалом, тридцать третий стих. Но милости моей не отниму, Господь говорит, накажу, перетру, пережгу. Но есть этот человек к жизни вечной. А если нет, Бог отвергнет всегда, похудел Духа Святого, у него так прекрасно будет. За миллиардера выйдет. У него будет сорок машин. Там четыре корабля будет. Все футбольные поля. Потому что ты не избран. И умрешь за границей, никому ты не нужен. Тебя резать будут и резать. И поэтому, какие наши мучения, страдания, все должно направить к славе Божией. Нужно научиться правильно болеть. Я помню первый раз, когда мы вас провожали в первое путешествие. Это было в Потеряевке. И собрались братья, пять человек. Вот они все здесь у нас присутствуют, которых мы провожали. Да, вы, вот Сергей, вот Игорь. Володя Пащенко нет только. Да, Володя Пащенко там. И мы вот так же вот, мы стояли на площадке там, передо мной, на лагерной площадке. И мы говорили так же слово. И тогда вы прям конкретно с нами прощались. И вот такое было чувство, что мы действительно больше никогда не встретимся. Это вот такое было прощание, что внутри все холодело. Что, ну все, это последний раз мы увидимся. И вот на такой нотке вы уходили. И когда вы пошли, и все братья шли вот так вот, не по дорожке с троем. А вот таким вот образом и все шли, вот как солдаты в армии идут. А я стояла на дорожке и провожая, смотрела свет. Перед этим мы со всеми поцеловались, попрощались. И тут уже я вышла и стояла в свет, только смотрела. И вот знаете, у меня было такое чувство гордости за моих братьев. И я часто вспоминаю это слово, как Надя задала вопрос, говорит, Игнать Ильич, а вот вы тогда сказали, что вы гордый человек. Мне тогда очень хотелось сказать, что я тоже гордая. Но гордая в каком смысле? Я гордая всегда за то, что я имею такого брата в лице Игнатия Тихоновича. И я всегда им хвалюсь. Хвалюсь дома, перед своими детьми. Хвалюсь перед друзьями. Тем, что этот человек привел меня к вере в православную церковь. Хотя я считала себя, я православная, я ходила в церковь. Но я увидела большее. Священное слово Иисуса Христа. Эту радость, это счастье. Ну, я просто от гордости. Я тогда, когда вас проводила, пришла и легла спать. Та ночь у меня была совершенно бессонная. Я не уснула ни на одну минуту. Я лежала всю ночь там в келье, на нарах. Я молилась. И были такие моменты, когда я... Просто улыбка была на лице. Слезы текли вот так вот. Я всю ночь промолилась. Я думаю, что и в этот раз мы вновь встретимся. Молитвы будут продолжаться. Только, может быть, даже еще больше. Я думаю, что вы в этом не сомневаетесь. Что вся община будет о вас молиться. И думаю, что не только община. А все, кто знает. Кто следит по интернету за нашей общиной. И конкретно за вами. Будут тоже молиться. Да благословит вас Господь. Слово гордо истреби. Оно всегда употребляется в отрицательном смысле. Может быть даже и так. Баварин мне написал. Желаю вам гордо нести Слово Божие. Вот здесь вот он висит, которое. Но он был неверующий. Так, имей в виду. Слово мечта всегда в отрицательном смысле. Слово гордо... Я понимаю смысл какой. Не большой смысл. Ой, знаете там. Ой, ребёнок это прелесть. И другие говорят. Вы слово прелесть знаете что такое? Ну и дальше начинает объяснять. Ну, человек вложил другой смысл. Ты подойди и объясни. Ты имел это в виду? Да нет. Зачем же свои мысли и твоё знание вкладывать в то, которого там не было? Это ложно будет. Она имела не в том, что вот я такой. Она иногда спрашивает. Не скажу. Она рада больше будет. Именно да. Ну, именно вот это вот. Хорошо. Если не нравится кому-то, простите это слово. Если не нравится кому-то. Не нравится, что неправильно употребить. Неправильно. Ну, я его... Вообще его истребить. Благодарю, брат. Ну, все согласны с этим. Тут привязываются. Спасибо, Христос. Не надо к этому. Мысли есть. Понятно ваша. Понятно, конечно. Вот я сейчас скажу. Ну, такое слово, которое оно употребляется в отрицательном смысле. Но когда начинаешь дальше смотреть внимательно по Слову Божию, по святым отцам, это слово имело другой смысл. И при том, я разговариваю когда со священниками, там, академия окончившая. Ну, вы говорите, почему вот это слово в книге своей употребили здесь? Я говорю, оно имеет такой смысл. Да где оно такое? Я ему сразу говорю, а вот, Филарет, милостивый, открываю житие святых, и смысл совершенно другой. Я это не знал. Ну, теперь ты знаешь. Просто надо знать до конца смысл этого слова. На еда люди привязываются. Вот у меня был такой случай один человек. Я говорю, знаешь, вот это вот делает, которое, ну, сейчас делает, не остановите, это признаки беснования. Вот это беснование, может быть. И дальше я расскажу, чтоб тебе не обидно было, я не говорю, что ты бесноватый. Ну, это признаки беснования. И они выражаются иногда вот в одном, в третьем. Я могу назвать некоторые признаки, которые святые отцы очень высветили. Я его ложась спать, в вечернюю молитву прочитал, все, лег. И, ну, есть такое мнение, что нужно еще и лежа, уже отходишь, совершить крестное знамение и прочитать, да воскреснет Бог. И я всегда это делал. А потом заметил, что иногда во время, ну, у меня вставать то в 4.40, а бывает до часу, бывает даже во втором часу той колошности, а вставать непременно в 4.40. Но организм-то остается. И я только лег, и обычно транс засыпаю. И у меня решили узнать, сколько я засыпаю. Самое большее у меня на засыпание уходило 47 секунд. Это значит, насколько в душе легко, я никого не обидел. На душе организм у меня тяг. Я вот, когда в заключении был, на скамейку лег, спросил, никто не будет садиться? Никто. Я лег, руки сложил вот так. И уснул так заключенное утром и говорит, батюшка, а у вас старский сон. Я не пошевелюсь ни рукой никак. Я рассказываю просто к тому, чтобы вы из этого тоже какое-то извлечение сделали. И вот ложусь спать и перекрестился до воскресенья, Бог и заметил, я позевнул. Я сразу встряхнулся, как же так, такая молитва о избавлении от нечистой силы. Какое позевание-то? Я начинаю снова, не досчитал и заснул, но это на ноль секунды. Тогда я сел, холод, не холод, считаю. И сразу мысль, небесноватый ли я? То есть, у меня вот это слово, небесноватый ли я, возникает только один раз, когда я лежа, начинаю молиться до воскресенья Бога. А человек, который услышал, значит, вы тоже тогда бесноватый. Я не говорил, что я бесноватый. Я говорю, у меня мысль, чтобы сохранить Бог, не попасть в эту категорию. И поэтому я очень внимателен к себе. И вот спрашивает, ты тоже гордый где-то? Я начинаю объяснять, когда подходит значение этого слова, уже не существует. Вы тоже тогда гордый. Гордым Бог противится. А смиренным дает благодать. Но признаки гордости, это разное. Признаки гордости проявляются вот в чем. И дальше показывают знания. Знания набивают и любовь назидают. Я им показываю. А вы себе это замечали? Замечал неоднократно. Плакал, молился и уходил. Вот представь. Паства. Приехали батюшки-друзья, священники, сидят за столом. Ну я зашел. Батюшкин дом, батюшкин стол. Но сидят без рукава и женщины без платка. Ну могу ли я промолчать-то? Уж ясное дело, что я не уйду непобитым-то. Я сразу сделал замечание. Они, женщины, ни слова не говоря, встали из другой комнаты, вышли уже в платках. Батюшку задело или что-то? Он говорит, значит, время уже позднее, шел бы ты домой-то. А я только начал им говорить. Я на полсловия букву К не дописал, как говорится, еще один крючок-то. Я развернулся. Простите, Христа ради. Вышел. До дырей-то шел. Мне неудобно было. У меня перед ними-то мне как-то. А вышел и сразу, Господи, какой же батюшка у меня хороший. А ведь я мог расстроить ему здесь эту трапезу-то. Я пошел и благодарю Бога. А вот это мгновение, миг, который я шел недовольный, здесь привешивается уже гордость, и тщеславие, и обида. Но я его на первое место вывел. Теперь я дома приду. Теперь перед Богом я это широкоформатно в панораме раскрою. Господи, за этим что-то еще у меня есть. Ты открой мне, покажи. А что, ты никогда не злишься? Я говорю, бывает, я злюсь. О, значит, ты злишься, значит, злой. Злой, 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 злой. А что в ладоши-то хлопаешь, если я злой? Что, тебе легче от этого? Исааки Печерский, когда поклонился, а его оборстил, Сатана сказал, завтра приду тебя возносить-то. А он поклонился, увидел там копыта. И бесы захлопали, Исааки наш, Исааки наш. Я говорю, ты повторяешь жития святых? Я расскажу, где я такое почувствовал себя. Я сплю на балерине. Окошечка открыта, на высоте. А рядом сосед Виталий Устинов. И у него собачка. И она лает. И она лает. А я-то всю жизнь, можно сказать, в последние годы лет двадцать сторожем работал. Я очень четко это лает. Не на кого она лает, не на кого там. Бывает, птичка пролетит, облака идут, ветер дует. Я не вытерпел, уже сейчас пошел, мне завтра-то в 4.40 вставать-то. Я встал, пруд взял, подошел и его... Молчать, молчать. И он залез, больше ни разу не лаял-то. И Виталий про это не знает-то. Но чувствовал, так ты со злостью это делал, но не целовался я с ним. Ясно дело. В первую очередь, у меня важные дела. Я не могу уснуть. Ну и вот такой есть. А человек, ему это не важно. Главное, что и ты обозлился, он на первом месте, он тоже злой. Он сам про себя говорил, он обозлился. Апостол Павел говорит, я грешник не достоинно называться апостолом, потому что они дал церковь. Не бойтесь сознаться об этом. И когда на исповедь идешь, то идешь не для оправдания, а для того, чтобы похвалиться своим Господом. Вот это было, но убрал у меня Господь. Вы знаете, если кому не известно, Ефрем Сирин, один из самых больших святых отцов, был очень гневливый. И он от этого избавился благодаря тому, что не скрывал. Не скрывал. Княжеский сын. Все, трех, все. Генеральские звания отложил, пришел. Настоятель посмотрел на него, увидел, какое у него качество. Я готов любую работу делать. Он все согласился, но не ждал, что будет. Он заметил, на лице у него играет бес. И он говорит, тебе небольшое послушание будет. Вот к нам приходят иногда люди здесь в храм молиться окрестно. И ты в дверях и будешь там в монастырских воротах встречать. Ну, наконец-то, представь себе. Он думает, как я буду встречать, кому-то сказать. А говорить будешь только одно. Помолитесь обо мне грешен. Я бесноватый. Первый посетитель проходит. Он ему ничего не сказал, поздоровался. Как? Все меня знают. Я княжеский сын. Там профессором был. Второй проходит. О, язык как сковало. И только третьему прошептал. А четвертому сказал. Прошло три года. Настоятелю говорят. Какое же у нашего брата смирение? Он вызвал. Брат, тебе другое послушание дай. Теперь будешь в поварке работать. Прошу, оставь меня на прежнем месте. Я там такое благо получил. Я вам рассказываю примеры. Ты его себе для себя возьми. Вот женщина одна жертвует обильно. Все прямо для церкви. И она пришла к епископу и говорит. Я чувствую, у меня характер не меняется. Ты дай мне какую-то болящую, чтобы я из монастыря возьму ее. И буду за ней ухаживать. Епископ-то ее знает. Она жертвует все время. И он сказал, настоятель, подбери такую, чтобы она не говорунья была, а подчинялась. Прошло недели и две, она пришла, владыка. Я же просил, чтобы на пользу. А кого вы мне дали? Так настоятель, ты кого ей дал-то? Так владыка, самую хорошую. Она говорит, мне не это нужно. Мне не благодарности надо. Мне надо, чтобы от Бога это было. Ах, вот как он понял. Там найди такую. Ну и нашли. Она ей подает есть. Она пнула и отлетела с чашкой. Пошла вон отсюда. Да такими словами. Она вся облитая. Сначала-то обиделась. Отошла. Да давай Бога. Господи, наконец-то нашел ты меня. Дальше еще-то подает. Она ее ругает. Что? Зажрались? Не знаете, куда деньги девать? Нашли, на ком царство Божие зарабатывать-то? Не видать вам царство Божие? Надей в пескариках не наживетесь. Господи, она пришла к епископу и благодарит владыка. Как я благодарна вам? Кого вы мне дали? Она меня живьем в рай тащит. Вот мы должны искать людей, которые не дифирамбы поют, а которые действительно понимают, хотя и положительно и отрицательно, во свете Библии Бог это высветил. Не так, что апостол Павла все ругали. Написано прощаясь, падали на шею и целовали его, плакали, скорбя особенно от слов его, что уже никогда его не увидят. У него была уверенность, у нас не уверенность. Мы не знаем. Видите, я вам говорю примеры. Кто православный, тот понимает. Жития это примеры для нас. Так, ко мне ж никто отдельно хочет что-то сказать. Замещание, наставление, можете остаться. Когда планируете вернуться? А? Когда планируете вернуться? Из поездки? Да. Если благополучно будет, по нашим, как у нас, по документам, 10 июня мы должны пересечь границу. Это должно быть в Румынии. Потому что у нас очень близко ставка там будет. И нам легче. И сразу поднимаемся через Польшу на Германию. И дальше проходим зигзагообразно, захватывая Австрию и все государства до Греции. А дальше по берегу и до Италии. А дальше напрямую от Португалии, это замысло. А потом выходить на Данию переплывать и всю Скандинавию. Дальше переплываем море в Прибалтику. И оттуда скатываемся домой. Мы должны выйти оттуда 9 июля. У нас на 30 дней. А уже дальше, дальше мы идем сразу же. Идем в Грузию, Армению, Чечня, там все это захватим. И дальше начинаем по России работать. В России мы должны захватить не менее 100 городов и селок. То есть очень напряженная программа. Говори. У меня в Германии есть через скайп сообщение. Когда вы там будете, вы можете прямо от Валентины у нее скайп. На русском языке у нее этот. Вы можете оттуда, что если у вас будет что-то необходимо передать. Сказать. Через, на мой скайп. Она уже еще раз спрашивала. Я понял. Угу. Вот какой наш план. Ну как сказать, план. Замыслы. А как будет, откуда мы знаем. Еще раз говорю, ни в коем случае не огорчитесь. А вот говорили, растрепались. Но от нас это не зависит. Но по сегодняшний день у нас идет все так. Ну как мы хотели. Паспорта получены, визы открыты. Сейчас если бы ничего не было, обыкновенная машина была иностранная. Мы прямо пересекли бы, вопросов вообще никаких нету. В любом месте можем через Прибалтику, где угодно можем пойти. Лишь бы в Шенгенскую зону заглянуть. А там 27 или сколько государств наших. Но от нас это сегодня не зависит. А если все благополучно будет, пройдем 32 государства. Везде идем с подарками. Уже мне сообщает около Остла, 100 км севернее, есть один мужской монастырь, бывшие власовцы. Вот еще интересно. Это, понимаете, эти люди совершенно другие. И если бы Господь благословил, я просто вам открываю, что мне известно. Вот в Грузии обстановка такая. Вы думали, чтобы эти садомиты прошли гей-парады, называется-то? Да. Ну, Россию-то тут перекрыли-то. И вот теперь показывают. Да, грузинские священники на высоте показали себя. Рука за руку вот так вот. Священники рядами всю улицу перегораживают. И дальше толпа. Все запружено. Милиция-то их как сможет. А их-то всего человек 100 нашлось-то. Милиция их на машине. Там их не достанешь. Теперь камнями милиции голову прошибли. Там что было-то? Вернули назад, все захлебнулось. И все это теперь, они говорят, что это от главы города, там другое, то другое. Не пройдет ни один садомит. Все. Все. У мусульман они нигде не выставят. Почему? Их сразу в один день голову отрежут. Я не призываю ни к чему, я просто статистику выдаю. И сейчас в интернете везде вот это Грузия, вот это да. У них монашество имеет большую силу. Они восстали на воюханье в патриарх Илья II, Илья II, и они на него из акуменического движения выйти и начали. Вышел сразу оттуда. Вышел и все. Грузия вышла. А он был председателем в Акумении. Председателем Всемирного Совета Церквей. Так что опыт и практика показывают, нам есть с кого брать пример. В данном случае Грузия показала себя так, что ее буквально все одобряют во всем интернете. А отрицательно ни на отзывы не видел. А кого-то арестуют. Ну, арестуют, значит, что ты боишься-то? Арестуют. Быть мучеником за Христа, это высшее счастье. Как Даниил Цистоев говорил, минуем мытарство сразу в рай. Минуем мытарство. Значит, у них не прошло. Я не знаю, как было в Москве, но будто будут казачество, другие встали, тоже там у них не получилось. Они хотели подогнать как за рубежом, они там... Это ваши ученики, ваши дети будут такими развратниками. Ну и все. Я повторяю, что я не участник и ничего не призываю. Но это было, это пример оставленный. Так, еще нет? Все. Мы поблагодарим Бога. И кому что нужно, я останусь здесь. Вы подойдите, мы поговорим только-то. А церковно-приходской совет желательно, чтобы остались. Я минут пять задержу вас. И братья все. Ну и кто желает даже. Христос. Христос. Ангелы Пиаши. Ангелы Пиаши. Христос. Ангелы Пиаши. Ангелы Пиаши. Ангелы Пиаши. Ангелы Пиаши. Ангелы Пиаши. А что не угодно тебе, да не сбудется никогда и поставь препятствий, которых никто не сможет преодолеть. Сохрани место сие братьев наших и Акима и Аннаблу путешествующих. И эти добрые отношения с местной епархией устрой. И нас сохрани в том состоянии, где мы есть, чтобы мы совершенствовались в свете любви Твоей. Хвала Тебя, счастье и поклонение, Отец Сын и Святой Дух. Аминь. Я вопрос, может, не до конца понял, спрашиваю. Дальше мы должны вернуться Виктору, он учитель потеряется, чтобы он вернулся 1 сентября. Но если мы там все не успеем посетить, придется нам задержаться Виктору ей. Там дано указание, все, что у нас послано, чтобы все ушло. Наметки-то большие, конечно. Как Бог даст.